Дорогие товарищи избиватели, разбавители, нет, тьфу на вас, избиратели, я что, я как депутат в кандидаты, вернее кандидат в демутаты, демутант, динатураты, нет. Но пока еще без мандата. Хочу вам сказать, уважаемые товарищи избиватели, а не пошли бы вы на выборы? Ну, для того, чтобы голосунуть, так сказать, голосунуть, ну, все равно за меня же, все равно, куда же вы денетесь? Я представляю политический блок, блог, жизненная общественная партия активистов, запомните, жизненная общественная партия активистов. Сокращенно, но это не важно, не важно. Прекрасно, не важно. Дорогие земляки, эээ, землячки, эээ, землянки, да чтоб вас, земляне! Позвольте вам, позвольте мне, вернее, позволит зачитать мне вам, то есть вам, мне позволит зачитать мою предвыборную программку. Она у меня здесь, вот здесь ясно написано. «Сволочь, купи хлеб!» Это другая программка из другой партии. Где она? Вот здесь, вот, вот, здесь же четко все, как говорится, черным по-белому. Если вы меня отправите в депутаны, в депутаты, в депутаты, то я прежде всего обязуюсь принять. Ну, это уж, как говорится, принять по-сто, вот, уточнение, по-сто навление, вот. Ну, о, а вы говорите, по-сто навление о том, что я буду работать для блага своего. Ну, естественно, а вы что, сомневались, что ли? Своего, для блага своего народа. Ну, это ж разница. Какая это? Я не знаю, какая. Ну, уточню, когда буду депутаном. Обязуюсь в сфере экономики улучшить систему наглого обложения. Ну, не я первый, как говорится, и я тоже не последний. Нет, наголо обложение, нет. Только плохой свет здесь. В общем, обязуюсь всех нагло обложить. Вот это так точнее. Таможенники пошли на... Ну, естественно, они давно уже... Не-не, таможенная пошлина. 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 Понимаешь? Не должна превышать. Здесь еще цифры мне не написали, но еще уточняться будет. Что касается социальной сферы, то обязуюсь ежедневно с трех до пяти защищать права человека, товарищи. Ну, у кого на дороге отберут права, звоните мне с трех до пяти, и я лично этот вопрос отвентилирую. Вот. Обязуюсь облегчить высокими пенсиями и льготами всех наших. Наших. Каких наших? Наших. А, пенсионеров, естественно, пенсии увеличить в два раза зарплаты, в три раза. Вот, товарищи, льготы в четыре раза, налоги в пять раз, ну и так далее. Вы же знаете, как это у нас происходит. Ну, я первый, как говорится. Не я последний. Вот. Дай Бог всем здоровья. И тут уж дело надо принять в первом чтении и добавить во втором, потому что между первым чтением и вторым чтением промежуток у нас небольшой. Ну, депутаты знают, как это у нас бывает. У нас свой буфет и так далее. Меня также беспокоит демографическая проблема прироста населения, товарищи. Мне непонятно, почему Китай может, а мы нет. Товарищи, давайте напряжемся, включим, как говорится, все свои напряжометры. Обещаю на личном примере показать пример. Обязуюсь ездить по городам и селам нашей страны и самолично порешить это дело. Я это умею, так что, товарищи, не сомневайтесь. В сфере здравоохранения я обещаю всю страну обеспечить бесплатными больницами, больницы бесплатными больными, что они написали, а больных бесплатными болезнями. А еще меня беспокоит, товарищи, реформа этого, как его, на три буквы там. А, вот же здесь. ЖКХ. ЖКХ. В переводе означает «живи как хочешь». Я так понимаю. Ну, так оно и есть. Как говорится, не я первый. Обещаю провести зимой во все дома тепло, летом, естественно, во все дома холод. Обещаю. Сейчас все можно обещать. Главное выбрать. Обязуюсь развивать программу «Доступное жулье». Это очень важный вопрос. Я сделаю жулье настолько доступным, что к 3000 году все получат по отдельной хари. Хати, хати, товарищ. Ну, что вы, ну. Успокойтесь. Вы не я ж первый, как говорится. Так. Обещаю вам, что в самое ближнее время обеспечу полное благосостояние и разделим его поровну. Состояние мне, благо вам. Как вы справедливы, товарищ. Ну, как говорится, не я первый, как говорится. Подробно с моей программой вы можете ознакомиться по адресу www.deputatsobakavybora.net Как говорится. Ну, запишите, если кто не понял. Запишите. Если вы согласны с моей программой, то на выборах поставьте напротив моей фамилии Крестик. Обязательно. Если вы не согласны, тогда поставьте напротив моей фамилии галочку. И опустите меня в урну. В общем, если вы меня выберете, товарищи, но я не знаю, что я для вас сделаю. Действительно не знаю. Вот и перешли мы с вами на базарные, на рыночные отношения. Наша всю жизнь всегда все делалось через одно место. Через ЦК КПСС. Поэтому мы уже привыкли все так по-своему понимать. Если демократия, значит талоны. Если гласность, значит мордобой. А рынок у нас не когда товаров много, чтобы все купить можно было, а когда цены завышены, чтобы ничего купить невозможно было. Сейчас бы на каждом шагу платить придется. За каждый свой шаг платите. Я уже всю свою жизнь полностью себе нарисовал. Прихожу после работки в свой родной подъезд. На лифте написано подъем 40 копеек. За этаж. Посадка рубль 20. Плюс это. Президентский налог. Лифтер стоит. Тебе на какой этаж? Я говорю, на 12. Он говорит, меня тут назад, обратно на первый. Пассажиров не найти. Пассажиров не найти. Понял, да, что делаешь? Плачу трещечка. Дома темно. За свет платить нечем. В туалете какой-то мужик сидит. Ты что здесь делаешь? Он говорит, что сам не видишь, квитанции выписываю. Оказывается, теперь в каждой квартире туалет платный. По минимальному делал 40 копеек, по максимальному 80. Плюс это. Президентский налог. Ну, плачу, куда ж денешься? Иду спать, жена на уху шепчет. Слушай, ложись-ка лучше на раскладушке. А то тоже платить заставит. Я говорю, что ж платить, если просто так спать буду. Без всяких поползновений. Она говорит, тогда тем более отваливай. Спать-то ты будешь без поползновений, а платить каждое утро придется, как с поползновениями. И почему ты думаешь, они только тебя платить заставят? Может, они из меня за тебя копеек 7 слупят? Ну, что ж 7? Ну, они же не знают, что ты и в молодости больше, чем на 50 не тянул. Вот так и живем при выночных отношениях. Всю неделю питаюсь одной морковкой. В смысле, одной морковкой всю неделю. По праздникам ем бульон из яйца. Жена ребенку яйцо вкрутую варит, а бульон мне отдает. А тут еще теща признала, что как-то до войны таксисту 17 копеек на чай дала. Я ее потом месяц пытал, чтобы номер машины вспомнила. Жена совсем сама сошла. Ха-ха-ха, говорит. Я тут прочитал, оказывается, у нас на сберкнижке 93 тысячи 543 рубля. Я говорю, это не рубли, это номер сберегательной кассы. Разбежалась. По новым ценам могу себе позволить из одежды трусы, майку и сатиновый халат, чтобы на работе ходить. И зимний лыжную шапочку. Я ее в сильный мороз по самые колени натягиваю. На работу прихожу, халат надеваю, вместо него, чтобы не изнашивались, на гость трусы с майкой вешаю. Ну, я же в них по улицам бегаю. Говорят, скоро гиперинфляция будет. Так я в одной майке бегать буду. Так вот, бежишь себе утречком на работу и думаешь, строили мы социализм с человеческим лицом, а построили с голым человеческим сахар в муравейнике. Знаете, почему у нас рубли все еще не так популярны, как иностранные валюты? Уже чуть-чуть укрепился рубль, но все равно. Многие еще их не берут. Почему? А потому что они скучные. У нас душа балагурство просит. Народ тянется к радости, к юмору, потому что радости не хватало всегда в жизни. Вот наша народная частушка тому пример. Балагурство кипит, а рубли скучные. На них нарисованы города. На 50 рублях Петербург, на 100 рублях Москва, а на 500-ке знаете, что нарисовано? Кто знает? Соловки, господа. Соловецкий монастырь. Получается, немножко заработал Петербург, побольше Москва, много заработал, привет севера. Горячий привет. Да? Значит, получается, скучные рубли. Кому такие деньги нужны? Нужно веселые деньги печатать с комиксами, с кроссфордами. Тогда их все брать будут. Да? Веселые объявления на деньгах размещать. Да? Если не знают, где взять, пусть у меня возьмут. У меня полно. Боксер-дизайнер распишет ваше лицо под хохлому. Клиника пластической хирургии ищет вас, уроды. Нужно лотерейные рубли выпускать. Стер краску, узнал сумму. Представляете, какой ажиотаж у кассы во время зарплаты, а? Предположим, было написано две тысячи рублей. Стер, а там попробуй еще раз. У нас все с приветом. Табличка над низким проемом наклоняйте голову видна уже после удара. Зимой, ну, знаете, такие объявления вешают. Проходите быстрее, вверху сосулька. И все, значит, останавливаются. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, нужно ж убедиться, она действительно там или, как всегда, врут. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это мне больше не нравится. Осторожно, сверху в рот падает штукатурка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Согласно подсчетам социальным агентства Рейтер семейной жизни у нас довольны только 7%, но это те, кто еще не женат. АПЛОДИСМЕНТЫ От работы получает удовольствие 2%, но с этими девушками борется милиция. АПЛОДИСМЕНТЫ Не ругаются матом, у нас аж 19%. Это дети до полугода. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не мы и те, кто в коме. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Только у нас беспросветный каторжный труд на плантациях называется отдыхом в загородном доме. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Только в нашем языке есть загадочное выражение «Да нет!» АПЛОДИСМЕНТЫ «Дорогая, скажи честно, ты мне иногда изменяла?» «Да нет!» АПЛОДИСМЕНТЫ «Иногда не изменяла». В зубовном у мужика нога не проходит в туфлю. Продавщица говорит «Высуньте язык!» АПЛОДИСМЕНТЫ Я понял, почему у нас все с приветом. Сказано же, народную мудрость надо знать, сказано же, наш мужик задним умом крепок. А я-то думал, что это за два полушария там? А это мозг! У нас два мозга! Потому мы такие. Два мозга. Один старается сделать все правильно, а другой все время ищет на себя приключений. АПЛОДИСМЕНТЫ И самое главное, находит. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому нам вечно нет покоя. Колумб точно был россиянином. Потому что только наш человек с большим приветом мог поехать искать Индию в другую сторону. АПЛОДИСМЕНТЫ И главное, найти ее там! АПЛОДИСМЕНТЫ Найти! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И прозевать, чтобы ее назвали чужим именем. И остаться нищим, но довольным. Только мы так можем. И Колумб. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот такие мы счастливые люди с большим приветом! Многое делается с большим приветом. Мы даже в передаче у Якубовича передаем приветы близким родственникам, с которыми только что виделись. Мам, привет! Ты меня видишь, я тебе нет. У нас все с приветом. В Европе нашли старую бомбу, всех эвакуировали, бомбу обезврели. У нас нашли бомбу, сдали на цветной металл, три дня пили. АПЛОДИСМЕНТЫ Один не успел сдать, пришел на день рождения бывшей жены, вставил бомбу в сливной бачок, жена вышла, говорит, такого салюта в мою честь. Я даже на день побед не видела. Мы можем позволить себе все, бесконечное количество праздников, мы можем отдыхать до работы, после работы и во время работы. Я же сказал, кричит начальник, во время работы не курить, а ему, а кто работает? У нас очень, очень все с большим приветом. Все с большим приветом. во всем мире автомобили старинных конструкций стоят бешеных денег. А у нас заводы сразу выпускают новенькие старинные автомобили. Американские эти космические туристы никогда бы не сели на нашу ракету, увидев нашу АКУ. Ну, это АКА, сколько уже суток было на эту тему. Эти надписи на стеклах. АКА в тени бока на машину не наступать, спешишь перепрыгни. Вот это мне очень нравится. Два часа позора и ты на даче. Заметьте, это люди над собой смеются. Это дорогого стоит, когда человек умеет посмеяться над собой. АКА это зародыш джипа и выкидыш Камаза. Вот это совершенно новое. Осторожно в барсетке человек. Иностранцы говорят, вы, наверное, счастливые люди, потому что не знаете, как неправильно, как бедно вы живете. У вас многие одеваются в секонд-хендах. Дурачки. Мы просто коллекционируем антиквариат. Штаны поношенные, духи занюханные, леденцы обмусоленные. Нам бы еще денег залапанных. О! цены б на мне были. Да, мы счастливые люди, господа иностранцы, да, потому что умеем смеяться над собой, шутить над своими приветами. Сегодня парламент принял закон о земле. Постановили земля круглая. Правда, не все проголосовали. Кое-кто еще воздержался. Нужно продумать этот вопрос. У нас все с приветом. Какая у нас банковская система? Призывы хранить деньги в коммерческих банках, это все равно, что призывы хранить сахар в муравейнике. Знаете, чем у нас рубли все еще не так популярны, как иностранная валюта? Уже чуть-чуть укрепился рубль, но все равно многие еще их не берут. Почему? А потому что они скучные. У нас душа балагурства просит. Народ тянется к радости, к юмору, потому что радости не хватало всегда в жизни. Вот наша народная частушка тому пример. Благурство кипит, а рубли скучные, на них нарисованы города, на 50 рублях Петербург, на 100 рублях Москва, а на 500 знаете, что нарисовано? Кто знает? Соловки, господа. Соловецкий монастырь. Получается, немножко заработал Петербург, побольше Москва, много заработал, привет севера. Горячий привет. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, значит, получается, скучные рубли. Кому такие деньги нужны? Нужно веселые деньги печатать с комиксами, с кроссфордами. Тогда их все брать будут. Да, веселые объявления на деньгах размещать. Да, если не знают, где взять, пусть у меня возьмут. У меня полно. Боксер-дизайнер распишет ваше лицо под хохлому. АПЛОДИСМЕНТЫ КЛИНИКА ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ Ищет вас, уроды. АПЛОДИСМЕНТЫ Мальчишки-бальчиш предлагают интимные услуги. АПЛОДИСМЕНТЫ Могу день простоять и ночь продержаться. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Такие объявления. Нужно лотерейные рубли выпускать. Стер краску узнал сумму. АПЛОДИСМЕНТЫ Представляете, какой ажиотаж у кассы во время зарплаты, а? Предположим, было написано 2000 рублей. Стер а там попробуй еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, у нас все с приветом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, конечно, конечно, тогда возникает вопрос, почему же в России так много талантов? А я отвечу, потому что для того, чтобы выжить в нашей стране, нужно быть гением. Сколько замечательных открытий мы дали человечеству. Менделеев открыл водку. АПЛОДИСМЕНТЫ Попов изобрел ФМ. Пивовар Иван Таранов изобрел как задолбать всю страну одним своим пиволокальником. Реклама у нас с большим приветом. Там таки говорят «Привет, мозг! Привет, сотрясение!» АПЛОДИСМЕНТЫ А встой этикеток «Духов чесночная свежесть» получи бидон духов луковой блаженственной. Одну ногу я побрила обычным станком, другую дерево обрабатывающее. АПЛОДИСМЕНТЫ Дедушка любит черный, папа Бородинский, мама сладкую сдогу, но когда мы собираемся вместе, мы кушаем водку. АПЛОДИСМЕНТЫ Наши подгузники впитывают до 30 литров влаги. Ребенок остается сухим, но с места сдвинуться не может. АПЛОДИСМЕНТЫ Во рту встретились два орбита. Привет, подушка! Привет, подстилка! АПЛОДИСМЕНТЫ У нас все с приветом. Табличка над низким проемом наклоняйте голову видна уже после удара. АПЛОДИСМЕНТЫ Зимой, ну, знаете, такие объявления вешают. Проходите быстрее, вверху сосулька. И все, значит, останавливаются. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, нужно ж убедиться, она действительно там или, как всегда, врут. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это мне больше нравится. Осторожно, сверху в рот падает штукатурка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Согласно тем же подсчетам, в семейной жизни у нас довольны только 7%, но это те, кто еще не жена. От работы получает удовольствие 2%, но с этими девушками борется милиция. Не ругаются матом, у нас аж 19%, это дети до полугода, немые и те, кто в коме. Обратите внимание, как ласково мы называем это состояние, с приветом. Мы это приветствуем, потому что люди с приветом не скучны, а у нас душа балагурства просит. Только у нас беспросветный каторжный труд на плантациях называется отдыхом в загородном доме. Только в нашем языке есть загадочное выражение «Да нет!» Пойди залови меня, а? И да, и нет. Дорогая, скажи честно, ты мне иногда изменяла? «Да нет!» Иногда не изменяла. В обувном у мужика нога не проходит в туфлю. Продавщица говорит «Высуньте язык». Такой у нас замечательный зритель. Вам даже не нужно до конца шутку рассказывать, вы уже все поняли, что она ему сказала и что он пытался сотворить. Я понял, почему у нас все с приветом. Сказано же, народную мудрость надо знать, сказано же «Наш мужик задним умом крепок». А я-то думал «Что это за два полушария там?» «А это мозг!» «У нас два мозга!» «Потому мы такие. Два мозга. Один старается сделать все правильно, а другой все время ищет на себя приключения». «И самое главное, находит!» «Потому нам вечно нет покоя». «Колумб точно был россиянин». «Потому что только наш человек с большим приветом мог поехать искать Индию в другую сторону». «И главное, найти ее там!» «Найти!» «И прозевать!» «Чтобы ее назвали чужим именем!» «И остаться нищим, но довольным!» «Только мы так можем!» «И Колумб!» «Вот такие мы счастливые люди с большим приветом!» «Еще бы нервы!» «Еще бы нервы!» «Не жизнь, а нервная патология!» «У нас в семье с утра начинается!» «Моя жена Катя начинается!» «Отдала тебе лучшие годы своей жизни!» «Лучшие годы тебе!» «Это надо понимать, что меня ждут худшие!» «У нее последнее время какая-то непонятная грубая манера образовалась!» «Принеси кофе!» «Ну, ты хоть попроси по-хорошему!» «Принеси кофе по-хорошему!» «У нее из всего лица только губа недура!» «Только губа!» «Все мужчины скоты!» «Что ты такое говоришь?» «И я тоже!» «Не волнуйся, ты домашний!» «Когда она уселась на моем компьютере, я вообще ошизел!» «Я такого вируса в жизни не видел!» «Как-то прихожу из бани и говорю, что ты с меня взяли много за массаж лица!» «Так у тебя и табло не маленькое!» «Дочка-студентка надо мной все время издевается, хитрится со мной!» «Папушка, я к тебе на минуточку только поцеловать!» «Поздно!» «Мама уже поцеловала, все деньги вытрясла!» «Сынуля меня извел своей учебой!» «Недавно классный звонил и возмущался ваш Вовка!» «В сочинении по переменному току написал «Ток переменный!» «Ошарахает постоянно!» «Обнаглел!» «Учительница его спрашивает, что происходит с телом при нагревании?» «Он ей беременеет!» «А в сочинении выдал мысль, человек без мечты, как птица без крыльев!» «Гадить может, летать нет!» «Потаничка попросил его назвать трех экзотических животных!» «Он ей назвал ядрёно-вош, ёжкин кот и бляха-муха!» «Ну что это такое вообще?» «Я его месяц убеждал, что писец — это такой зверёк!» «А не когда очень плохо!» «А полный писец — это когда зверька перекормили!» «А не тот, который подкрался незаметно!» «Нервы на каждом шагу!» «Недавно над моим джипом надругались!» «У меня джип не новый, но как новый, на нём написано 4x4!» «Ну вроде как 4 помножить на 4!» «Какая-то пьянь ночью гвоздём мне нацарапала!» «Равнять 16!» «Я поехал в техцентр!» «Замазали, закрасили, заполировали!» «Эти гады опять нацарапали!» «А всё-таки равнять 16!» «Опять поехал в техцентр!» «Там уже фирмена написали!» «Равнится 16!» «Эти гады опять нацарапали!» «А вот теперь правильно!» «С этой машиной неприятностей больше, чем удобств!» «Гаишник недавно прислал!» «Почему свет не включили в тоннели?» «Откуда я знаю, где у вас тут выключатель?» «Бегай ему свет включай!» «Жена прислала!» «Почему в машине какой-то не такой аромат?» «Так что ж ты хочешь? 120 лошадей!» «Недавно повела меня в какой-то очередной своей тете Моти!» «Я весь вечер там шизел!» «Весь вечер одергивала меня за столом!» «Соблюдай этикет!» «Соблюдай этикет!» «Весь вечер соблюдал этикет!» «Пошел голодный!» «К тому же приравновала меня к какой-то особе!» «Я, видите ли, на нее как-то не так, как надо!» «Посмотрел!» «Жена мне шепчет за столом!» «Если будешь тут кабелировать!» «Дома приставлю к уху пылесос!» «И высосу все мозги!» «Что ты меня и нашел!» «У меня у самой ножки как в магазине куплены!» «Ну правильно, ножки в магазине куплены!» «А голову на сдачу дали!» «И нечего меня ревновать!» «У китайцев вообще нет такого понятия «изменил!» «У них есть понятие «перепутал!» «Наш сердце уже полгода болит!» «Пошел к врачу доктор!» «У меня в груди что-то шипит!» «Он мне что пригрел, то и шипит!» «Недавно из-за чего поссорились?» «Это вообще чума!» «Жена мне сказала, что будет ждать меня возле Большого театра!» «Она у меня романтик в маминой кофте!» «В машине сиреневого цвета!» «Я ее обыскался!» «Двадцать раз обижал этот очень большой театр!» «Нет машины сиреневого цвета!» «Потом оказалось, что машина белая!» «Ты ж сказала, что машина сиреневого цвета!» «А что сирень белой не бывает?» «С ума сойти можно и не вернуться!» «С ума сойти можно и не вернуться!» «У меня сосед снизу, Шурик его зовут!» «Постоянно на меня в милицию жалуется, что я его квартиру заливаю!» «Противный сосед этот Шурик!» «Я же его каждый день заливаю!» «Неужели трудно привыкнуть?» «На днях тут было такое!» «Хотели отметить юбилей сына жены!» «Нет, так он по документам совместный сын с женой!» «Но не похож!» «Ни на жену, ни на меня!» «Чернявенький такой!» «Шахтер забоя!» «Жена сказала, разговоры прекратить, сын твой меньше ешь бананы!» «Короче, у сына была круглая дата, 11 с половиной лет!» «Мы с тестем нагнали самогоночки для себя на 8 человек впритык!» «Четыреста литров...» «Мы с тестем обрадовались!» «Шесть человек не придут!» «Чего мы, дураки их звать?» «Нам на двоих четыреста литров впритык!» «Разлили мы самогон в бутыли стеклянные!» «Каждый литр по двадцать!» «Поставили в зале!» «Сидим, смотрим!» «Замес телевизора!» «Душа поет, печень подпевает!» «Почки набухают!» «Райское эстетическое наслаждение!» «Ну, не шутка, 400 литров счастья перед глазами!» «Моргать жалко!» «И тут наш сынок... «Шахтер с забоя!» «Физорятку решил сделать!» «Взял свои гантели...» «И приперся к нашим бутылям!» «Запнулся о ковер!» «И на пол!» «Ё-моё! Женский сын!» «Гантели прямо по бутылям!» «Ба-бах!» «Дынь-дынь! Бынь! Дынь-дынь! Дынь-дынь!» «Так быстро они разбились все!» «Тюрные эти бутыли!» «От гантелей не отвернулись даже!» «Будто не знали, чем они полнули!» «На полу озера Самогона...» «У меня на уме ни одного приличного слова!» «Кот Барсик и тот мяук уматом!» «Мяуи!» «И так далее!» «Один бутыль целый стал!» «Так есть последний один живой бутыль!» «В руки взял...» «Я пол его хреб...» «С криком...» «Ромашки спрятались, а я беременная!» «Пришла к тестю белая горячка!» «Лично пришла!» «Психический доктор нам объяснил...» «Когда человек хотел очень много выпить и не выпил!» «Крыша съезжает!» «Я этому психическому врачу, когда рассказал, сколько мы хотели выпить и не выпили...» «Он сам в свою больницу лег...» «Мужики у меня на работе как узнали, сколько у меня его было...» «Сколько мы хотели выпить, сколько утекло...» «Перевели на полстаканы...» «И сказали мне по-доброму...» «Не уволишься — убьем!» «Страшная картина!» «На полу ковер весь в самогоне!» «На ковре сидит тесть...» «И ладошками гребется!» «Хе-хе-хе! Ха-ха-ха! Ку-ку-ку!» «Пришла к тесть в последней стадии ку-ку!» «К путним-то людям сначала первый приходит, вторая, третья...» «К этому последняя...» «Шешнадцатая...» «Ну, я ковер в ванну...» «Стал выжимать, самогон спасать...» «Вместе с тестем завернутым...» «Я тесте тогда хорошо отжал...» «Он два месяца в туалет не ходил...» «Ковер-то я выжимал...» «А ванту заткнуть забыл...» «Где там сообразишь-то?» «Ой, не знаю, как сам духом не стал...» «Ходил по носке в самогоне и трезвый...» «Как серпом по плохому танцору...» «Самогон, главное...» «Быстро сволочь в пол утекает...» «Щель-то огроменный...» «Шеридосы...» «Пьяные дураки пол стелили...» «Сволочи...» «Кто стелил...» «Мы с тестями стелили...» «Тоже еще...» «Часто железом покрыли...» «Главное, тогда из щелей пола...» «Тараканы с мышами повылазили...» «Все пьяные, счастливые...» «Усы мокрые, на мордах висят...» «Поприлипше, улыбаются...» «Мыши наглые, языки показывают коту барсику...» «Вискос его жрут...» «Никого не боятся...» «Обидно ей Богу...» «С такими довольными рожами...» «Мы с тестем должны были здесь ползать...» «За место мышей...» «Я тогда подумал... «Такое горе...» «Не дай Бог никому...» «Кроме соседа снизу...» «Вот ему дай...» «Шурику...» «И вот тут до меня дошло...» «Я ж соседа сегодня весь день заливаю...» «Топлю его гада...» «А он чё-то сегодня мокнет молча...» «Я к соседу пошёл...» «Иду в подъезде...» «Слышу...» «Этажом ниже...» «Значит там...» «Ниже Шурика...» «Бабка Пуся живёт...» «Ей сто семьдесят лет...» «Её два раза на кладбище возили...» «Она обратно возвращается...» «Тихо сериалы смотрела...» «Бабка Пуся...» «А тут ожила...» «На весь подъезд поёт...» «Уеду я в Америку на зелёном велике...» «Я угадал с первой ноты...» «Мой самогон дотёк до бабки Буси...» «Соседу в дверь стучу...» «Сосед, гад, чё...» «Не жалуешься сегодня на меня...» «Мокнешь, молча...» «Я твою квартиру заливаю...» «Сосед Шурик дверь приоткрыл...» «И говорит в пьяном приятном голосе...» «Меня сегодня дома не будет целую месяц...» «И дверь дверь вам закрыл...» «Но я успел разглядеть...» «Что соседа в квартире...» «Под струями моего самогона...» «Стоят тазики, тарелки...» «Кружки, пузырьки...» «А его батя лежит с открытым ртом...» «Под самой толстой струёй...» «С огурцом в руке...» «У нас в подвале дома библиотека...» «Ей сто лет...» «До неё тоже дотекло...» «За сто лет в этой библиотеке...» «Не было столько книголюбов...» «Сколько их в тот день ползал между книгами...» «Но я психанул...» «Сосед милицию вызвал...» «Они быстро приехали...» «Быстро разобрались...» «Быстро мне подзатыльников надавали...» «Что поздно их вызвал...» «И уехали...» «В общем...» «Юбилей отметили...» «На широкую ногу...» «У тести юбилей...» «Мы теперь канистры копаем...» «Пластмассовые...» «И праздник нам...» «Не испортить...» «Ни какой физкультурник...» «И праздник нам...» «Петросян, да?» «Он сам дурак...» «И уши у него холодные...» «Мы самые умные...» «Самые изобретательные...» «Паровоз мы изобрели...» «Самолет мы...» «Женские сапоги на платформе КПСС...» «Кожные куртки еще в гражданскую...» «От них пули отскакивали...» «Что ни возьмем...» «Все мы...» «Рентген, думаете, где изобрели...» «В Германии, да?» «Дудки, у нас...» «Я сам читал...» «Еще в 17 веке...» «Он дьякан Николай Пушков ежевечерний...» «Говорил своей супруге...» «Я тебя стерю...» «Насквозь вижу...» «Вот вам и рентген...» «Мы...» «Мы самые умные...» «Единственное, что они изобрели...» «Это полиэтиленовые пакеты...» «Зато мы первыми догадались эти пакеты стирать...» «И вывернув наизнанчику...» «Сушить их на веревочке...» «На прищепочке...» «Мы все умные...» «Они все тупые...» «Ни один американец... «Микросхемами...» «Не догадается засадить жучок...» «В электрический счетчик...» «Так, чтобы государственному...» «Что приплатило в конце года...» «Он у нас в Домодедово...» «В аэропорту...» «В зале ожиданий...» «Под самым потолком...» «Телевизор висит...» «Ну, чтоб все ожидающие...» «Издали его...» «Смотрели...» «А под ним...» «На веревочке...» «Швабра...» «Сколько японцу не объясняли...» «Он так и не мог понять...» «Да, дистанционное управление...» «Вот в чем...» «Сила...» «Они не соображают...» «Они даже не умеют считать...» «На наших счетах...» «Понимаете...» «Вон...» «Англичанин...» «Говорит нашей продавщице...» «Покажите, пожалуйста...» «Массажер для спины...» «Показывает гад...» «На наши счеты с костяшками...» «Продавщица обиделась...» «Говорит...» «Не массажер, это советский компьютер...» «Иди отсюда!» «У нас соображалка лучше работает...» «Понимаете...» «У нас вся страна знает, что...» «Орехи лучше колоть дверью...» «Вон я по телевизору видел, что у них...» «Дети в школах не списывают...» «Потому что, видите ли, не знают...» «Что можно списывать...» «Недоразвитый с детства...» «У нас ребенок с молодых ногтей должен соображать...» «Мама подумала...» «Это что такое...» «Жираф...» «Бегемот...» «Что это за гадость вообще...» «Он же должен это понять...» «Вон...» «В детском мире...» «Покупательница говорит...» «Покажите, пожалуйста, того слона...» «Продавщица говорит...» «Это не слон...» «Покупательница говорит...» «А кто...» «Продавщица говорит...» «Сейчас прочитаю...» «Берет инструкцию...» «Читает...» «Прицепаевец с пулеметом...» «Вот...» «Соображать надо...» «Соображать...» «Ой, какое хорошее место...» «Здесь мне место...» «Обожаю...» «Мы самые непобедимые к тому же...» «Не только умные...» «Вон...» «Американцы кричат на всех углах...» «Что они войну в Ираке выиграли...» «Это мы ее выиграли...» «Кто столько лет Ираку оружие поставлял...» «Ни одна ракета в цель не попала...» «Знаете почему?» «Против ветра летели...» «Мы им еще и противогазы продали эти...» «Они же не знали, что наши противогазы работают только на выдох» «Мы самые к тому же выносливые...» «Вон весь мир от СПИДа страдает...» «Нам хоть бы что...» «Говорят, в Сибири две деревни СПИДом переборели...» «Хоть бы хны...» «Знаете почему?» «Потому что микробы СПИДа в советской крови не живут...» «Они в ней дохнут...» «Они эту гадость жрать не могут...» «Мы можем гадость жрать, а они не могут...» «Мы все время должны соображать в нашей жизни...» «А как же, что вы...» «У нас мозги все время работают, как из чего чего сделать...» «Вон даже в журналах все время полезные советы печатают...» «Если у вас осталось то-то...» «Не выбрасывайте...» «Если у вас осталось целлофановая оболочка от сосиски...» «Не выбрасывайте...» «Ее можно заштопать...» «И применить...» «Какой, извините за выражение, иностранец...» «Сможет ее правильно применить...» «Так что нечего, нечего, товарищ Петросян, нас учить...» «Народная поговорка говорит...» «Дурака учи, только портить...» «По сантехнике работаю...» «Краны закрутить, ракуну заменить...» «Если что течет, заткнуть...» «Решил объявление в газету дать...» «Кому надо, окажу сантехнические услуги...» «Телефон такой-то...» «Ну, сейчас многие, вы знаете, газету такие объявления дают...» «Я решил не отставать...» «Надо крутиться, надо вертеться...» «Деньги зарабатывать, выживать...» «Все указал, точно...» «А они газетчики...» «Ну, я их обзывать не хочу...» «Просто идиоты скажу...» «Они все перепутали...» «И мой телефон под соседним объявлением напечатали...» «А там какой-то гад...» «Такой, предлагай...» «Тьфу...» «Пишет, значит...» «Ну, повторять стыдно, но все равно цитирую...» «Окажу интимные услуги женщинам любого возраста...» «И мой телефон...» «О, работку нашел, а...» «А я же ничего не знал, сидел дома ужинал...» «И эти звонки эти...» «Бесконечные...» «Одна женщина звонит...» «Когда вы можете прийти на предмет оказания ваших услуг?» «Я говорю...» «Да хоть сейчас...» «То что это вы на ночь глядете-то?» «Вот завтра у меня всего семь вызовов...» «Потом могу и к вам зайти...» «А для чего вам после...» «После семи вызовов нужны будете мне?» «Я говорю...» «Не скажите...» «Вы меня еще не знаете...» «Я, бывает, за день клиентов двенадцать обслуживаю...» «Завтра еще соседка попросила ее без очереди обслужить...» «У нее там тоже что-то прорвало...» «Обещал пол-литра поставить...» «Она говорит...» «Вы знаете, я ничего понять не могу...» «Мало того, что хотите ко мне прийти после семи вызовов...» «Так что, и пьяный?» «Я говорю...» «В нашем деле без этого нельзя...» «Ведь работаешь-то по большей части в сырости...» «И физически тяжело бывает...» «Ой, бывает, семь потов сойдет...» «Пока фланец к патрубку не прилагит...» «Она говорит...» «Вы можете не выражаться?» «Я говорю...» «А как еще скажешь...» «Говорю...» «Фланец, он и в Африке фланец...» «Не говоря уже про патрубы...» «Она трубку повесила...» «Странно, думаю, чудача какая-то...» «Никогда патрубы в руках не держала, что ли...» «Еще женщина звонит, спрашивает...» «А как ваши услуги оплачиваются?» «Ну как, как...» «Дурацкий вопрос...» «Я по-дурацки ответил...» «Может, говорю, деньгами лучше натурой...» «Вы что, после этого еще натурой берете?» «А что, говорю, не взять?» «Конечно, услуга услуги рознь...» «Одно дело, скажем, муфту нарастить...» «Другую прокладку поменять...» «Третий отстойник прочистить...» «Третий отстойник прочистить...» «А...» «Не могу эту фигню читать...» «А вы приготовьтесь, сейчас чума будет...» «А бывает такая кропотливая работа...» «Да еще в труднодоступном месте...» «А в каком, в каком труднодоступном месте?» «Известно, говорю, в каком...» «Когда сток над самым коленом расположен...» «Или бывает еще с какой старухой полдня проводишься...» «У нее уже раковина-то вся поржавела...» «А вот...» «Снизу посмотришь... батюшки...» «А-а-а-а...» «А-а-а...» 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 «Я не знаю, как следующий вопрос...» видно туда уже лет сто никто не заглядывал все мхом поросло приходится заглушку ставить так вы что же еще и к старухам ходите ягодник больше всего вызову поступает тут и эту труп повесила ну что думаю сегодня за сумасшедший дом такой еще звонок женщина спрашивает и где же вы своей профессии обучались я где где в караганде вы зря время не теряйте вы мне лучше скажите в каком именно месте у вас лопнула чтобы я мог понять какой собой инструмент захватить а он что у вас не один что я душа я мальчик с одним инструментом ходить мне для каждой услуги свой инструмент разным так сказать калибра она ведь вот это сервис еще же вас все калибры есть я у меня нет так я петровича подсобить приведу ему все равно на пенсии делать нечего тут и эту трубку вешать и вдруг мне эта газета на глаза попадает мать моя это о чем же она думала когда мы с ней инструмент обсуждали я понял профессию надо менять потому что по моей сантехнической части вызову поступать гораздо меньше город каждый день новости каждый час повадили совмещенные предприятия открывать сюда совмещенный собственно что нам совмещать у нас же ничего не осталось кроме верховного совета первого созыва второго позыва что то маркетинг лизинг брифинг а если ничего купить не могу мне этот брифинг нужен нафинг посетите советско-тайландский ресторан друг желудка экзотические блюда и саранчи тараканов и сушеных кузнечиков при ресторане постоянно работает медпункт ну про цены я уже не говорю там один таракан стоит как одна лошадь общество декоративных собак москва лондон высокопородные щенки от трех тысяч и выше кобели английские суки наши автомобильные фирмы правда сейчас на наш рынок рвут сейчас новые модели свою совместной производства наш запорожец и немецкий концерн порш так и будет называться запоршивец гудок от порша все остальное наше поэтому едешь и все как в родном запорожце уши от сквозняка коленями прикрыты живот сам на газ давил вдохнул сбавил скорость выдохнул прибавил чихнул назад охладил мотор форма продажи новой деньги вносит сейчас машину получаешь через 10 лет молодцы ребята здорово просчитали через 10 лет мы все так усохнут что все влезем в один запорожец много весел он испанцы с нами совместную корриду решили провести то чего нам вот как сейчас не хватает нам только корриды не хватало сейчас матадор из испании привезли быка нашего взяли из колхоза имени 19 портсъеста он им зверюга это все дело забодал потому что как только матадор выхвалил красную тряпку у быка рефлекс работал встал по стойке смертным и замычал интернационал матадор с ума сошел и вступил в компартию много-много веселого у нас в москве закусочную эту открыли макдональдс 15 рублей котлетка уже да ладно деньги в конце концов там еще очередь такая памятника пушкина до красной площади я тоже разлетелся встал в очередь думал в макдональдс эту очередь знаете куда оказался точно в мавзолей но я же этого не знал три часа стою холодно очередь не с места я его до что главный там помер что ли очередь на меня коситься начинает вы того имейте ввиду до того самого который нас кормить обещал чем там не шевелится застыл что ли как от старуха налетел на меня как вам не стыдно на святой замахиваться ведь это же он все для нас сделал что он сделал ничего не сделал только помещение занял он 15 рублей котлетка в гробу я его видел с такими ценами такой шухер начался меня чуть милицию не помели а я виноват что ли совсем нам голову задурили вон с французами тоже интересный момент вышел они нам предложили совместное предприятие открыть публичный дом за валюту конечно за рубли сейчас только женой можно встретиться условия такие клиенты их девочки наши валют пополам значит за чего дело стало еще в свое время республиканские и союзные депутаты никак не могли валюту поделить союзные ну типа петрушенко говорят все публичные дома принадлежат центру а республиканской это что же получается девочки наши а валюта вам ну хорошо сколько вы хотите 70 процентов сколько сколько да за 70 процентов я сам лягу вот и получается что идешь по городу одна реклама и больше ничего нету ничего пить и кока-колу я выпил да где и у нас рот не продавали газету открываешь покупаете мерседес самый лучший машин я купил до 3 рублей не хватает телевизор включишь а там это алиса с вами она с нами оказывается слушайте кто это ммм это три мужских туалет что ли такое вообще а едет кто-то молчит по телевизору молчит молчит потом как сейчас молчу да но горит потом говорит придет время горит агам такой горит агам на всю жизнь горит запомните слушайте кто это такой вообще чё он имеет ввиду и так нас запугали и он еще потный стоит и вот и получается что мы поставлены по разные стороны этих двух букв сп для них это совместная производство а для меня расшифровывается по-другому слезай приехали снимай портфель приснилось мне недавно такое будто россия выиграла чемпионат мира по футболу и потому что новый тренер а потому что к ним в раздевалку перед матчем вошел сталин и сказал я не обещаю как это сейчас делают вам за победу деньги но обещаю за проигрыш магадан и они выиграли со счетом 100 приснилось мне что один большой начальник которого впрочем уволили пошел в церковь и от души помолился там ну чтобы не было взяточников наконец-то пришел на работу а там никого он так испугался потом вспомнил что сегодня воскресенье чтобы на украине не воровали газ приснилось будто туда вместо газовой трубы провели канализационную а воровать все равно не перестали приснилось будто я позвонил жене по сотовому телефону из соседней комнаты и сказал шепотом чтобы она меня не узнал я тебя люблю потом вышел в гостиную и спросил кто звонил жена сказала подруга а под утро приснилось самое невероятное будто бы мы с вами живем в чудесной стране живем богато все красиво все уважаем друг друга особенно стариков и учим детей любить свою родину Аплодисменты 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 Я еще не закончил свою композицию Я продолжаю Это у меня композиции целые Фрагменты называют Юмор, конечно, все замечает в жизни, все новшества обыгрывает. Ну вот телефон, мы сегодня говорили, что это уже стало обыденной атрибутикой, это 20 лет назад сотовый телефон мог удивить, а вот то, что телефон может в качестве звонка заговорить как угодно, исполнить песню любую и все такое прочее, это юмор не мог не обыграть, потому что иногда стоишь на остановке, слышишь, предположим, у кого-то лай собаки раздается, человек берет трубку и говорит, да, дорогая. Другой мой знакомый загрузил себе в телефон в качестве звонка крик Марии Шараповой, когда она играет в теннис. Вы понимаете, что у него произошло? Ему звонят, у него вместо звонка раздается, а! 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 Ну, конечно, этим воспользовались. У моего шефа, получился рассказ, у моего шефа недавно был день рождения, и мы скинулись ему на телефон, и я, воспользовавшись этой идеей, прямо в магазине загрузил ему крик Маши Шараповой, когда она играет в теннис. Вручили мы шефу подарок, он буркнул, спасибо, он у нас человек деловой, и сразу за работу вызвал себе главного инженера Тарасова и заперся с ним в кабинете. Мы сидим, работаем, ничего не подозреваем, и вдруг из кабинета раздается на всю нашу организацию, с вариациями, но я-то знаю, в чем дело, шефу позвонили на новый телефон, а остальные же не в курсе. Нина Петровна удивленно так говорит, ничего не понимаю, я же вроде здесь. Жуков говорит, Нина, у тебя совсем другой звук. Короче, наши сотрудники хихикали над этим делом, хихикали, пока не вышел из кабинета шефа главный инженер Тарасов. Народ обомлел, тем более, что Тарасов был всклокочен и громко сказал, ну а что делать? Провенился, получи, а с нами по-другому нельзя, товарищи. Но я-то знаю, в чем дело, а в нашей конторе произошли невероятные изменения. Все, как бы не сговариваясь, начали работать. Чайники повыбрасывали. Впервые за 300 лет уборщицы мыли окна. И бухгалтерия всего за 20 минут сделала годовой отчет за 2010-2011-2012 годы включительных. Все бросили пить, а сторож Шубин, наоборот, вылакал бутылку, закинул ногу на ногу и загадочно произнес. Чему бывать, того не минает. Уж побыстрее бы он меня сориентировал. Надоело это неопределенно. А тут комиссия из Москвы приехала, усел с приемной, в это время опять раздались из кабинета шефа эти звуки. А! А! Комиссия возбудила, что такое в рабочее время? Секретарша говорит, а когда же еще? У нас традиция. Пришел на работу, получив. Уисий из комиссии говорит, интересненько. Уборщица Грункина говорит, что тебе интересненько, обормот. Начальник работает. Собрал этих инженеров-цехов и объясняет им, что с ними будет, если они не выполнят годовой план. Это, говорит, странный метод воздействия. Грункин говорит, а нам нравится. Зато идем на работу, как на праздник. Надеваем на себя все новое. Вот только комиссии замучили. Ну, ничего, ничего, я слышал сама. Сегодня этот наш начальник звонил своей жене, сказал, Сегодня ночью меня не жди. К комиссии приезжайте. Буду с ними до утра. Пока они шевелиться не перестают. Комиссия шапки похватала и на утеку. Уисий только вернулся и сказал нам по секрету, Вашу начальника будем забирать к нам в Москву. Пусть он у нас в министерстве порядок наведет. Женщины, оказывается, такие странные. Йоп! Оба-на! А потом йоп! Очень странные женщины. Оба-на! Оба-на! Йоп! Женщины-то. Очень странные женщины. А мужчины-е-е-е-е-е-е. Жена мне недавно говорит, Я иду за кормом для собаки. Тебе что-нибудь купить? АПЛОДИСМЕНТЫ. 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 С такими прибамбасами. Недавно звонит мне подруга жены. Говорит, может я к тебе приведу своего мужа, а то меня пригласили на день рождения, а я при нем не расслаблюсь. А что я жене скажу? Не надо ей ничего говорить, она идет со мной. Дорогая, спрашиваю жену, где у нас чай? Вообще, я на кухне ничего не могу найти. Ах, какой ты у меня беспомощный! Чай в аптечке в банке из-под какао с наклейкой солью. Дочка недавно выдала, папа, я беременна, вот список подозреваемых. Ах, какой заворачивает, лысин дыбом встает. Одна на светофоре в меня врезалась на своем запорожце. Еще при этом говорит, ну ничего особенного, ну ничего особенного. Ничего особенного, вы мне весь багажник помяли. Она говорит, я тоже пострадал, у меня ноготь сломался. Очень страшно. Теща недавно говорит, мама, ну я по-хорошему так сказал, мама, вы что-то неважно выглядите. Она говорит, даже не надейся. И вот соседка со второго этажа одолжила 200 долларов на костюм мужу. Я ее через месяц встречаю на лестничной клетке, спрашиваю, когда деньги отдашь? Она мне, слушай, может ты костюм поносишь? Сплошные непонятки и примочки. Одна же ночь от друзей возвращался, останавливаю такси, значит, или там машина какая-то левая была. За рулем девушка. Куда везти, спрашивает. Я говорю, домой. Она говорит, домой нельзя, у меня там муж. У них своя логика, своя жизнь. Они там внутри этой логики. С одной женщиной захожу в лифт, говорю, мне на 14, она говорит, я согласна. С чем она согласна? Я ничего не понимаю вообще. Одна спрашивает, который час? Я говорю, полдвенадцатого. Она говорит, это шесть что ли? Слушайте, какая у нее стрелка, где какая, на часах? Во дворе даме, говорю, с собакой. Слушайте, уберите от меня вашу собаку. По мне уже блоки скачут. Шарик, отойди от дяди. У него блоки. Опа-на, опа-на, опа-на. Опа-а, те. Какая-то логика достойная восхищения. Но при этом моя любит повторять. Люблю, когда муж рядом. Рядом, я сказала. Презвить невозможно, что они сказали. Одна дама говорит другой. Вы сели на мой веер. Ну что можно ответить? Извините, да? Нет. Так говорит. То-то я чувствую, что снизу дует. И вот такая душераздирающая история. Молодая жена звонит своей маме. Говорит, мама, у нас тут такой семейный скандал разыгрался. Такой конфликт. Ну вот он знает, он смеет. Такой конфликт, такой скандал. Спокойно, дочка. В каждой семье возникают первые ссоры, конфликты, скандалы. Это я все знаю. А с трупом-то что делать? Две дамы, значит, сидят на лавочке, комментируют. Вот, порядочная женщина идет. А с чего ты решил, что она порядочная? Ну как? И муж есть, и любовник. Ну тогда она гулящая женщина, получается? Нет, гулящая, это когда муж и много любовников. Это же, получается, падшая женщина. Нет, падшая, это когда ни мужа, ни любовника. Ну так это же одинокая женщина. Нет, одинокая, это когда один муж. Как-то спрашиваю у жены. Дорогая, ты не против, если ночью в ночной клуб пойду? Иди, дорогой, я же тебя за рога не держу. Для чего нужны мужчины? Спросили у женщин. Для помех в работе воскликнула деловая женщина. Для измен воскликнула ревнивица. Для грязи, сказала женщина-чистюля. Для любви и только для любви мечтательно прошептала старая дева. С женщинами всегда так. Пристаешь нахал, не пристаешь придурок. Ах, женщины, как мы без вас, так вы без нас. Сейчас столько тварей развелось. Все такие разные, все такие твари. Я все время наготове. У меня дед вчера на диване спал, к нему в ухо паук залез. Спрашивается, чего эту тварь туда поволокло? Хотел что-то деду на ухо сказать, да? В результате у деда сотрясение мозга. Он целый час башкой обстолбился, чтобы паука вытрястили. Я сейчас каждую тварь стороной обхожу. Если, предположим, мне переползает дорога улитка, я останавливаюсь. Ползи, ползи. Ты ж сволочь торопишься. Скотина рогатая. Вчера купил килограмм грецких орехов. Все пустыми оказались. Расколол последний орех, оттуда червяк вылезает и говорит, обидно, да? Может, мне показалось, что червяк варивал. Ну, действительно, обидно, да. Сколько тварь, господи. У вас дома мыши есть? А? У нас нет. Их крысы съели. Я на крыс поставил два медвежьих капкана. Ночью слышу щелк. И такой, знаешь, протяжный такой писк. Ну, я с постели вскочил. Ага, попалась, голубушка. Лежит, огромная какая. Свет включила, а это теща. Она, видите ли, в два часа ночи вспомнила, что зубы не почистила. Сколько тварей развелось. Сижу дома, обедаю, смотрю, в супе муха плавает. Бассейн себе нашла. Я ей ложкой по башке хрящу. Она под кусок мяса шныр. Без акваланга. Аж брызги по всему столу. Ну, не буду же я есть суп с мухой. Пришлось отдать его зятю. Ну, он любит всякие блюда. Из китайской кухни, да. Кузнечики табака, тляпативские. Жаба в собственном соку. Пьявка под майонезом. Яйца тухлые. Вот такое вот меню, да. Мне главное говорят, что ты к ним пристал? Они же маленькие эти твари. Маленькие, да? А неприятности от них большие. Да-да-да. Вон у меня соседка. Завела у себя в ванной маленького крокодильчика. А к ней из деревни брат приехал. И в ванну мыться полез. Увидел крокодильчика. Подумал, мочалка такая. Пока он крокодил намыливал, тот терпел. Пока мужик крокодилам спину тер, крокодил приглядывался. Пока мужик носом крокодила свой пупок чесал, крокодил уже выбрал. И только крокодил пасть раскрыл, мужик на мыл наступил. Слава богу, крокодил волной отбросил. Шо-ха-ха! Ха-ха! Вам ха-ха! А этот мужик с тех пор каждой мочалки боится. Перед тем, как мыться начать, он издалека мочалке кусок мяса кидает. Сколько тварей развелось. Неделю назад это было, по-моему. Купил килограмм риса. Сегодня смотрю, пакет пустой. А от полки с пакетом до дырки в стене муравьи стоят цепочкой. И как китайцы на субботнике. Зернышко по зернышкам. Сволочи! Передают мой рис в закрома своей родины. Я сгреб всех муравьев кастой. Говорю, если вы мне рис не вернете, я из вас кашу сварю. Слушайте, не надо удивляться. Видно, в природе что-то такое существует. Они меня поняли. Они мне и рис вернули, и от соседа полмешка гречки натаскали. Вот тебе и твари. С ними надо уметь. Ух! Вон, летом. Свет выключишь, спать ляжешь, сразу над ухом. Ух! Ух! Свет включил. Нет, комара. Выключил опять. З-з-з-з Включил. Всю квартиру обшарил. Нет кровососа. Оказывается, пока я по квартире скакал, он у меня на спине сидел. Свет. Ковбонь. Ах так, врубил этот фомитокс. Ну, отраву эту дымовую врубил. Наутро просыпаюсь, смотрю, комар рядом на подушке лежит. Морда вытянула. Хоботок с моржем. Пригляделся эта жена в противогазе. Ей от фумитокса плохо, а комару кайф. Летает и летает. Я ему что, донор что ли? Каждые пять минут кровь сдавать. Че ха-ха? Да, ну что, впрочем, у комара этот хоботок не одноразовый. Да, он его в кипятке не стерилизует. Я у врача спросил, доктор, от комара можно заразиться спидом? Он говорит, тебе чего, девчонок мало, да? Я говорю, меня девчонки не интересуют, меня интересует комар. А что, комар лучше? Что значит лучше? Меня комар так заводит, что я до бешенства дохожу. И как же это у вас происходит? Как у всех, ложусь в постель, он на меня. И что же дальше? Ну ничего, садится, пищит от удовольствия. А потом, как хоботок свой пристроен. Худо! То в уху, то в нос, то в руку. Смотри, какой извращенец. И что, вам это нравится? Я говорю, вы что, смеетесь? Он же всю ночь с меня не слезает. И что, вы всю ночь не спите? Сплю, когда он на мою жену перекинется. Доктор как закричит, а-а-а-а! И с инфарктом на пол свалился. Вот что эти твари с людьми делают. А вы говорите, маленькие. Они не маленькие, они большие. Ужас просто. Вот, твари. Ситуация у меня такая. Меня просто обязали прочитать новый текст. Вот сегодня много о рекламе было, про телевидение разговоров. Вот автор только что написал текст. Буквально на днях. И вот требует, чтобы я почитал. Вот Алеша Щеглов. Молодой автор. А то они у нас в основном за кулисами. Очень болеют за каждый номер. Радуются, когда получается что-то. Когда что-то не получается. Вот. А сейчас вот мы его видим. Написал? Вот сиди. Дайте автору стул, пожалуйста. Сиди и отвечай за то, что написал. Да, вот поставьте ему стульчик. Унесите этот микрофончик. Вот. Я от телевизора тащусь. В эфире хреновости. Сегодня в Госдуме депутаты выбирали кандидата на пост ГИПДД на Рублевском шоссе. Прошел Щеглов. Прошел Щеглов. Молодец. Япония выдвинул требование вернуть Курильские острова. Вместо Курил Россия решила вернуть японцам Хакамаду. Знаменитый скульптор Жураб Церетель сегодня отлил из бронзы прямо на Красной площади. Свой бюст с ногами. Хорошо, хоть и справился. Ученые установили, почему обмелело Аральское море. Два года назад в море затонул большой сухогруз с памперсами. Вчера пассажир поезда Деремухова Москва получил по морде от проводницы, когда намекнул ей насчет постели. И о погоде. На Чукотке ночью 50-55 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до минус 40 градусов мороза. Завтра в столице 30-31 по области до 35, ночью до 38. Мы передавали курс доллара. Программа передач. 7.30 лотерея Всероссийский лохотрон. 9.00 Владимир Жириновский в сериале Дикий ангел. 9.45 как это было. Ведущая программа расскажет вам о том, что было в первой серии Санта-Барбара. 11.00 программа «В поисках утраченного». Интервью с бывшими девственницами из пятого класса средней школы. 12.00 художественный фильм «Фантомас разбушевался». В главной роли Василий Шандыбин. 14.00 у всех на устах. Герпес и его последствия. 15.00 программа украинского телевидения. Шо у Елены Степаненко. 15.00. 18.00 геморрой дня. Ведущий Савик Шустренький. 21.30 телепузики. Репортаж заседания Совета Федерации. 22.15. Однако программа для жителей Крайнего Севера. Ведущий Роман Абрамович. Начинаем передачу «Телепузики». «Однажды в телепузии ляля упала, а Тинки-винки упал на лялю. Телепузики любят друг друга». Рекламная пауза. Жители Велориба решили проблему грязной посуды. Они отвозят ее Велобаджи. «Бабушка, я опять летал во сне. Во-первых, я не бабушка, а дедушка. Во-вторых, еще раз тронешь мою травку – убью». «Сидоров, у тебя что, зубы никогда не болели?» «А что такое зубы?» «Здравствуйте, в эфире «Времечка». Криминальники-сообщенницы. Вчера двое неизвестненьких напали на дядючку и надавали ему щелбанчик. Примяточки-хулиганчик, пьяненький в дребананчик. Если кому-нибудь что-нибудь неизвестненько, пожалуйста, позвоните по телефончику. Нолик-двушечка. Спасибо. В эфире шоу «Кто хочет спать с милиционером?» А как хорошо, что здесь сидишь, а? И голову опускается. И с вами я, Максим Палкин. Мой первый вопрос. Храпит ли ваша жена по ночам? А. Не храпит. Б. Храпит, как лось. С. Храпит, как бульдозер. Д. Не знаю, я с ней не спал. Ой, можно я позвоню другу? В эфире телеигра «Поле дураков». Сто очков на барабане. Ваша буква. Я хочу передать привет своим родным. Дяде Васе, тете Фросе, коту Барсику, свине Машке, быку Гришке. Председателю колхоза Мишке, жене его Дашке, у которой классные ляжки. А. Может, теперь назовете, наконец-то, букву? Да погодите вы, у меня тут куча подарков. Вот наши алтайские грибочки, очень вкусные, от всех болезней пронесет. А. Вот компот с волчьей ягодой, с хреном, хорошо утоляет жажду. Сноха готовил, царствие небесное. А. Итак, я напоминаю задание. На табло 40 букв нужно ответить на вопрос, как звали бабушку Фредди Крюгера. А. 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 Я готов назвать все слово. Бабушку Фредди Крюгера звали фрау Марии и бенгутен Морген фон Гитлер Капут. А. А. Поразительно, это правильный ответ. Откуда вы знаете, да что, я свою родню не знаю, что ли? А. В эфире программа «Жадность» и мы играем в суперигру. Если вы правильно ответите на мой вопрос, вы получите квартиру в Москве. Но если вы ответите неправильно, вы потеряете все заработанные деньги. У вас опишут все имущество, вас публично высекут на Красной площади и выгонят из города. Я задаю вопросы. Какое животное пятится назад? Моя жена, когда полы моет. Сидит девица в темнице, а коса на улице. Это моя жена в туалете. Где обитает гремучая змея? У меня на кухне. Она весь день кастрюлями гремит. Назовите насекомое семейство паразитов, членистоноса, чешульта рылое, которая пищит и сосет кровь, но не ваша жена. Ой, так это же моя тёща. Странно, наш компьютер на идиота не похож, но он с вами согласен. Вы выиграли суперигру. Вы получаете четырёхкомнатную квартиру в Москве, минус налоги, и вам остаётся туалет и полкухни. Строительство дома начнётся в три тысячи первом году. Приходите, будем ждать вас. С вами я, Вилдис Плеш. В эфире игра «Китайская рулетка». Если вы дадите неправильный ответ, вам на голову упадёт трёхкудовая гиря. В том вы провалитесь в подвал с торчащими землевилами. Удачи вам. Так, Николай, ответьте на вопрос, что такое перхоть у мужчины. Это опилки от спиленных рогов. Неплохо. Зачем ушла на хвост? Чтобы слон не заканчивался внезапно. Почему карлики не играют в футбол? Потому что их трава щекочет. Чем отличается колобок мальчик от колобка девочки? Колобок девочка катится-катится, колобок мальчик катится и подскакивает. Вы уверены в ваших ответах? Да пора лица мне на... Рекламная пауза. Первое лезвие бреет чисто, второе ещё чище. Двадцать четвёртый полирует челюсть. Магадан. Минус двадцать. Сильный снег. Прическа сохранилась идеально. Воркута. Минус тридцать. Метель. Волосы надёжно защищены. Колома. Минус пятьдесят. Снежный буран. Укладка не повреждена. В кадре типичный зэк поглаживает бритую голову. Паша и Саша наркоманы. Только Паша использует дорогой порошок. А Саша новую досю. Результат один и тот же. Зачем же платить лишнее? Новости шоу-бизнеса. Вчера на концерте девушки из группы «Стрелки» пели и танцевали по псу. А псу не понравился, он их за это покусал. Разъярённые зрители накоставляли группе «Дэма». На концерт для инвалидов те спели песню «Но где же ручки, где же ваши ручки?» Йосиф Кобзон объединился с группой «Иванушки». Группа теперь называется «Кобзонушки». Общество охраны животных подало в суд на Шурун за песню «Дави бобров по всей земле». Группа пионер-министр выпустила песню. У неё глаза, два бриллианта, три карата. Зубы у неё все и золото, ребята. Волосы её два пучка и плеж большая. И вообще она вся кривая и косая. Во время концерта солист группы «Ногу свело» прыгнул в толпу. Толпа раступилась. Теперь группа называется «Рожу сплющила». Филипп Киркоров заполнил налоговую декларацию. В налоговой инспекции над ним посмеялись и сказали, что это Филькина грамотная. Прошёл. Ходите, ходите. Ещё, ещё есть. Ободрали его как липку. После чего Филипп выпустил новую песню. «Ой, мама, штуку дай, штуку дай!» И, наконец, первое место в хит-параде года заняла группа «Тю-тю». С песней «Нас не догонят! Нас не поймают!» Солисты Березовский и Гусинский. Рекламная пауза. Это то Зайчик вначале сказал не точно, я точнее скажу. Пивовар Иван Таранов любил пиво Пит, а водку жрат. Мой день начинается здесь, но где и когда он закончится, я не знаю. А сам я тампакс. Я помню чудное мгновенье. Передо мной явился кнор. Как мимолётное виденье Все деньги из кармана спёрли. Перхоть мглое небо кроет, Вихри снежные крутя. А кто башку свою не моет, тот придурок и свинья, господи. Это что такие, да? Я одну побрил ногу, Свитерок могу связать. А в другую крем втирала. Шерсть испорчена опять. В эфире передача «Ослабшее звено». У вас в банке 7 тысяч рублей, хотя могло бы быть 50 тысяч. Салаги. Кто не смог ответить на мои дурацкие вопросы? Кто хочет вылететь отсюда к ядрени феняю? Кому дать пинка под зад? Пришло время определить, я слабшее звено. Ирина, почему вы выбрали Сергея? Да он урод, кретин, недоносок. Он не положил деньги в банк, да его за это кастрировать мало. Сергей, что вы скажете в своем оправдании? Она сама обезьяна, блядная. Сама не ответила ни на один вопрос. Чувырла дебильная. Это она не дала мне положить деньги в банк. Сергей, кто вы по профессии? Я банкир. Вы хреновый банкир. Я впервые вижу такого тупого банкира. Сама-то овца стриженая. Вобла сушеная. Ах вы, козел! Вы что, фонарели? Вы молокосос! Мы не знали, кто написал Муму Достоевского. Это позор, я вас презираю. Вы ослабший звено. Пшел нафиг отсюда. Тупой осел, недоумок, кретин, придурок. Обидно, блин. Выгнали, как щенка позорного. Это заговор. Я мог бы стать сильнейшим звеном, если бы мне эти дебилы... Они без меня ни хрена не угадают. Уроды! В гробу я видал ваше звено. Да я братву позову. Я всех ублюдков достану. Да чтоб вы поперхнулись вашим звеном. Ты садись, еще не конец. Молодец, молодец. Шутит. А-а-а. Вот так вот. Тихий-тихий, а шутит. Рекламная пауза. Вам противно видеть каждый день бактерии на ободке унитаза? А представьте, что каждый день видят они! АПЛОДИСМЕНТЫ Куда? Куда вы удалились мои критические дни? АПЛОДИСМЕНТЫ Что новый тампокс мне готовит? Его мой взор напрасно ловит. В глубокой тьме таится он Убогий скрюченный тампон. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я достаю из широких штанин АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И ею прохожих пугаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Смотрите, завидуйте, я гражданин И критических дней я не знаю Товарищ, верь, пройдет она Эпоха телебезобразий Россия вспрянет это сна Но в списке сдвинутых по фазе Напишут наши имена Телефон Мы сегодня говорили, что это уже стало обыденной атрибутикой Это 20 лет назад сотовый телефон мог удивить А вот то, что телефон может в качестве звонка Заговорить как угодно Исполнить песню любую И все такое прочее Это юмор не мог не обыграть Потому что иногда стоишь на остановке Слышишь, предположим, у кого-то лай собаки раздается Человек берет трубку и говорит Да, дорогая Другой мой знакомый Загрузил себе в телефон В качестве звонка Крик Марии Шараповой Когда она играет в теннис Понимаете, что у него произошло? Ему звонят У него вместо звонка раздается А! 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 А-а-а! А, с вариацией Ну, конечно, этим воспользовались У моего шефа Получился рассказ У моего шефа Недавно был день рождения И мы скинулись ему на телефон И я, воспользовавшись, значит, этой идеей Прямо в магазине Загрузил ему крик Маши Шараповой Когда она играет в теннис Вручили мы шефу подарок Он буркнул Спасибо, он у нас человек деловой И сразу за работу Вызвал себе главного инженера Тарасова И заперся с ним в кабинете Мы сидим, работаем Ничего не подозреваем И вдруг из кабинета раздается На всю нашу организацию А-а-а! А-а-а! Ну, с вариацией Ну, я-то знаю, в чем дело Шефу позвонили на новый телефон А остальные же не в курсе Нина Петровна удивленно так говорит Ничего не понимаю Я же вроде здесь А-а-а! Жуков говорит Нина, у тебя совсем другой звук А-а-а! Короче, наши сотрудники хихикали над этим делом Хихикали, пока не вышел из кабинета шефа Главный инженер Тарасов Народ обомлел Тем более, что Тарасов был всклокочен И громко сказал Ну, а что делать? А-а-а! 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 Провинился, получи! А-а-а! А-а! А с нами по-другому нельзя, товарищ! А-а-а! 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 Но я-то знаю, в чем дело А в нашей конторе произошли невероятные изменения Все, как бы не сговариваясь, начали работать А-а-а! 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 Впервые за 300 лет уборщицы мыли окна А-а-а! А-а-а! И бухгалтерия всего за 20 минут Сделала годовой отчет за 2010-2011-2012 годы включительных Все бросили пить А сторож Шубин, наоборот, вылакал бутылку Закинул ногу на ногу И загадочно произнес Чему бывать, того не минает А-а-а! Уж побыстрее бы он меня сориентировал А-а-а! Надоело это неопределенно А-а-а! А тут комиссия из Москвы приехала Усел с приемной И в это время опять раздались Из кабинета шефа эти звуки А-а-а! Комиссия возбудила Что такое? В рабочее время Секретарш говорит А когда же еще? У нас традиция Пришел на работу, получив Уисий из комиссии говорит Интересненько Уборца Грункина говорит Че тебе интересненько? Абармут Начальник работает Собрал этих инженеров цехов И объясняет им, что с ними будет, если они не выполнят годовой план Это здесь странный метод воздействия Грункин говорит А нам нравится Зато идем на работу, как на праздник Надеваем на себя все новое Вот только комиссии замучили Ну ничего, ничего Я слышал сама Сегодня этот наш начальник звонил своей жене Сказал Сегодня ночью меня не жди Комиссии приезжайте Буду с ними до утра Пока они шевелиться не перестали Комиссия шапки похватала И на утек Лысый только вернулся и сказал нам по секрету Вашу начальнику будем забирать к нам в Москву Пусть он у нас в министерстве порядок наведет Готово уже Как только появилась реклама в нашей жизни Особенно на телевидении Я ее начал комментировать Пародировать Высмеивать И выпустил массу филитонов Два десятка филитонов С одной только целью У меня была одна сверхзадача Снять раздражение Чтобы реклама веселила Чтобы вы ее видели И вспоминали мои пародии И чтобы она как-то вас веселила Потому что реклама врывается В неурочное время Особенно когда мы не привыкли Это было в начале девяностых Значит вот это надо было делать И я делал Но в один прекрасный момент Я подумал что Ну сколько ж можно Эту одну форму эксплуатировать И здесь что-то мне не хватает Мне нужно наверное взглянуть На рекламу С точки зрения доверчивого Наивного человека Ведь мы в советские времена Привыкли верить напечатанному Верить тому что по телевизору Нам рассказывают Мы привыкли Это сидит в нашем менталитете И мне закателось Взглянуть вот именно таким образом А тем самым Посочувствовать Этому человеку И объяснить ему Что так не нужно уж доверять Всерьез И родился этот рассказ Утром просыпаюсь Смотрю на улицу Огромный щит установили Рекламный А на нем написано Друг Пора тебе отдыхать На Бермудах Позвони И мы тебе пошлем Ну думаю Надо же как она Заботиться на тебе Так ласково обращать Друг Пора Мол Позвонить Телефон четко Чтоб не перепутать Надо же Ну думаю Надо позвонить А то перед людьми Неудобно Они ждут Звоню Алло Это Бермуды Сидоров Беспокоит Этот Бермудянин Говорит Что Вы в рекламе Написали Что мне Вашему другу Пора отдыхать На Бермудах Я согласен Когда вы Меня Можете Послать Этот Бермудский Как начал Меня посылать Подробно Все так Изложить Куда Идти И где Поворачивать На Какой Этаж Что Ты вспоминал Насчет Моих Родителей Наверное Хотел Пригласить Всю семью Ну вот Посмотрите Реклама Не обман Позвонил Послали Придется Ехать Чтобы лишних Денег На новый Костюм Не тратить Взял я Шорты Тещины Белые С начесом Внутри Написал На них Бермуды Сзади Поместилось Только Берм Покладил Ну Утюгом Надел Тепло Ну Чувствуется Бермуды Начали Действовать Выхожу Из подъезда На небе Солнце На шортах Стрелки Через Дорогу Смотрю Салон Мерседесом Торгует В витрине Огроменный Щит Написано Друг Твой Мерседес Мы Приготовили Забери Его Ну Думаю День Какой Удачный Одно К Одному А Ну Дом Надо Зайти А то Неудобно Перед Людями Они Ждут Захожу У входа Охраннику Мои шорты Сразу Понравились Он Так Громко Щелкнул Головой По Паркету Проговцам Тоже Понравились Стоят Улыбаются Но Близко Не Подходит Я Говорю Я К Вам С Приветом Менеджер Говорит Вижу И Я Тот Самый Друг Узнали Вы Просили Забрать Мой Мерседес Ну Я Согласный Только Давайте Быстрее А то Я Опаздываю Улетаю На Бермуды Менеджер Спрашивает А вы До этого Что водили Я Говорю Хороводы Водил Он Говорит Ну Для вас Есть Потрясающая Модель Белый Цвет Просторный Салон А машина С наворотом Да Сбоку Фара На фаре Красный Крест Сзади Кушетка Ждать Недолго Подгонят Мигом Действительно Через Три Минуты Скрип Тормозов В салон Входит Мужик В белом Халате Спрашивает У меня На Бермуды Сам Поедешь Или Ха Ну Едем Значит Смотрю По дороге Щит Огроменный Висит На нем Написан Друг Пора Жить Как люди Я Че Вышел Если я Туда им Сбермуд Не дозвонюсь Передайте им Пожалуйста Ну Чтоб они Не волновались Что я Уже Живу Как Люди Я хочу Обратить Ваше Внимание Уважаемые Зрители На то Что Самой Распространенной Темой На эстраде У юмористов Много лет Является Теща И Сегодня У юмористов В репертуаре По три По четыре Монолога Про тещу Юмористы Шутят Публика Продолжает Хохотать Критика Продолжает Вопрошать Ну сколько Ж можно Господа Что это За примитивный Юмор И я задумался Почему же Этот процесс Невозможно Остановить Вы продолжаете Смеяться Артисты Продолжают Смешить На эту тему И я понял Что это не смех Над пожилой Женщиной Как кажется Некоторым Это смех Над коммунальной Квартирой Пока это Проблема в стране Есть Мы будем Над ней смеяться Дети И родители Должны Жить Отдельно Разные Режимы Разные Привычки Телевизор Разный Кухня Разная Все разное В стесненных В наших бытовых условиях Взаимоотношения Обостряются Это Факт И никуда От этого Не уйдешь И юмористы Над этим Будут шутить Потому что Народ Придумал Два комических Персонажа Теща И зять Свекровь и невеста Не придумали Нехорошо Две женщины Будут ругаться А вот Теща и зять Это забавно Вот Пострадавшие Аплодируют Вот эти персонажи Полюбились Нами И я думаю Что Если выпустить Монолог Где Эта тема Коммунальной квартиры Будет превалировать То может быть Критика перестанет Вопрошать Что же это такое О чем Это Давайте я Возьму на себя Довольно Непростую Кстати Задачу И попытаюсь Прочитать Новый Монолог Под таким Углом Теща Вот Все говорят Теща Теща Да Смеются Над ней Сколько Можно издеваться Над светлым Эминем У нас На эстрате Тоже Оборзели Хватит Этих Пошлост Оставьте Тещу В покое Все Нет ее Вот я Свою тещу Люблю Я даже В милицейском Протоколе Написал Люблю Маму Безумно А из окна Она сама Выпала Это же Надо же Обвинять Еще замотала Бац Но я Не дурак Я пригнулся А вот Мама Не успела Зато Кашель У нее Прекратился Нет Хода Без добра Жена Главное Ты к маме Плохо Относишься Я вообще К ней Не отношусь У меня мысли Ничего плохого История С горячим Утюгом Это Недоразумение Вот вы Сами Посудите У тещи Разболелась Поясница Она Меня попросила Ей Поясницу Утюгом Через Полотенце Погладить Мне жалко Тещу Утюгом Погладить Святое Делаю Через час У меня Рука Устала Теща Лежит Балдеет Я руку С утюгом Снял С ее Поясницы Она говорит Положи Назад Я говорю Мама Вы в этом Уверены Я сказала Положи Назад Я положил Как она Просила Назад Мат Зато Мама Сразу Задымился Слушай Такого Отборного Мата Я не Слышал Даже От соседского Сынишки Зачем Она Тогда Просила Может Хотела Морщины Разглавить Тогда Надо было Утюг Поставить На шерсти Было Было Так Горячо Зато Поясница У нее Прошла Так Что Как Когда-то Говорил Горбачев Не Надо Обостривать Чего-то приписывать гадости всякие А то, что я ее пришиб дверью Это ее проблема Вот вы посадите сами Я опаздывал на работу В торопях пихнул дверь ногой Спрашивается, что теща делала Возле нашей двери в 7 утра А то, что от удара она поехала по коридору Я же не виноват Кто так сильно натер паркет вообще Я попытался маму остановить Поэтому запрыгнул ей на плеч И мы вместе поехали дальше Да, я свернул немножко маме шею, да Но ненарочно Когда я ехал на ней по коридору Из ванной выходил сынишка Я привык на своем жигуленке Если ребенок выбегает на дорогу Сразу руль вправо Я вправо и крутанул Не надо обостривать Хватит уже этих пошлостей Ах, доела уже Я ее люблю Делаю ей приятные сюрпризы Духлый стеб Будто я подбросил маме дохлую жабу Жаба была живая А вот вы посудите сами Я хотел маме подарить какую-нибудь живность Два часа ходил по птичьему рынку Пока не наткнулся на жабу Смотрю, ах, вылитый теща Надулась, вся прыщала Глазами вертит Во все стороны Как перископ Вы смотрите Чего бы пожрать Щеки как насосы Все время в работе Я как увидел ее Ой, у меня даже вырвалось Здравствуйте, мама Я принес жабу домой Хотел подарить тещу А это зараза пучеглазая Я имею ввиду жабу Жабу, жабу, жабу Ускакала жабу куда-то на кухне И где-то там спрятала За обедом теща стала борщ разливать Ой И вдруг видит из кастрюли На нее смотрит и моргает Здоровенный кусок мяса Мама ткнула вилкой в мясо Мясо квакнуло На маму прыгнуло В носик чмокнуло Мама крякнула и рухнула После этого теща Мясо на дух не переносит Питается одной картошкой Но перед тем, как картошку съесть Все глазки ей повыковырили На следующий день В знак примирения Я тёще цветочки подарил Красивые розочки Обе Мама почему-то обиделась Не дождётся Я не собираюсь ждать Я ей всё прощаю Разве я обиделся Когда сломал два зуба Об её пирожок с капустой Разве я разозлился Когда она нашла мою заначку Которую я копил пять лет И не угрожал ей молотком А вот вы сами посудите Я сидел в кресле Со стены мне на голову Сорвалась тёщина фотография Я взял молоток и говорю Надо маму прибить Надоел уже Всё время на меня срывается Что это такое вообще Слышь Тёща на кухне Странно как-то притихла Сейчас говорю Повешу маму Раз и навсегда Вот только верёвочку Покрепче найду И Потом возьму Самый большой гвоздь И пришлёпну её Намертво Сто лет провисит Можно конечно тёщу В шкаф засунуть Я хочу Чтоб мама висела На самом видном месте Чтоб радовал глаз Повешу Тёщу Прихожей Под потолком Чтоб все видят Так что я её люблю Да А вы говорите Что я накрыл её Сковородкой Да Да ничего подобного Не сковородкой А пабуреткой Во-вторых Я не бил Я отбивался А вот вы сами посудите Было поздно Я смотрел по телевизору Фильм Дракула Во время рекламы Я побежал Попить водички В коридоре Было темно Светила полная луна Ну зачем Мама Прыгнула на меня Из темноты Всё что я увидел Это её вставную челюсть С торчащими клыками Я будучи Под впечатлением Фильма Стал отбиваться А чё ещё Как закричи То ли помогите То ли умри Сволочь Я в темноте Не разобрал Потом Как заводит Как вцепится В меня Когтями Я понял Кранты Всё Сейчас клыки в шее И будет пить Прямо из горла А тут Под руку Табуретка Попалась А я помню В кино Чтобы убить Вампира Надо всадить В него Деревяшку Табуретка Четыре Деревяшки Тут уж наверняка Ну я Замахнулся Как заору Смерть Вампира Хорошо Мама Успела Крикнуть Ах ты Урод Паршивый Чморогатый Я сразу Узнал её голос Жаль Табуретку Не починишь Я к ней питаю Самые нежные чувства Для меня Тёща Это такая Святыня Да ни один Зять не любит Так свою тёщу Как я её не люблю То есть люблю Обожаю Боготворю Эту тварь Творение Природное Она Свет В моём окошке Кстати Из окошки Я её не выкидывал Выкидываешь Произошёл Сам с собой А вот вы сами Посудите Тёща мыла окно Она как моет Заберётся Ногами на подоконник Раскроет окно И Надраивает Ещё поёт А ну-ка Песню нам Пропой Весёлый вечер Короче Мама Мыла раму А тут Жена почту Принесла Там письмо От тестя было Я ей Без всякой задней мысли Говорю Мама Вам письмо Пляшите Тёща сделала Два притопа Три прихлопа Подоконник Не выдержал Хорошо Что мы живём Не так высоко Всего на пятнадцатом этаже Мама полетела Красиво Словно Бэтмен Халат у неё Раскрылся Как парашют На удачу У нас Под окном Растёт Высокая берёза Мама Халатом За сук Зацепилась И повисла Я побежал вниз И начал Трясти берёзы Собралась толпа Дядя Петя Из десятой квартиры Предложил Сбить тёщу Палкой Но потом Решил Что она Ещё не созрела Дядя Вася С первого подъезда Принёс пилу И сказал Сейчас Мы её Быстренько Вжик Вжик И ты Свободный Мужик Увидев пилу Тёща Стала орать Ещё громче Вспомнил Всех родственников Наших соседей Послал их В тридевятое царство Тогда все решили Что мама уже сосрела Растянули одеяло Я взял кирпич Прицелился И запустил кирпичом ветку Но я ж не снайпер Кирпич отпружинил от мамы Попал дядя Вася в лоб Мама покачнулась И рухнула на соседскую собаку Хорошая была собака Волкодав Теперь помесь такса С черепахой А мама к счастью Осталась жива Слава Богу Ничто её не берёт Дорогая Ангелина Варфеломеевна Вы там не скучайте Без меня в больнице Давайте забудем Все наши обиды Как говорится Кто старое помянет Тому глаз вон Я вас предупредил Вы поправляетесь Вам сейчас нужен покой Желательно вечный Вечный я готов ждать Вашего возвращения Уже купил новую табуретку Так что выздоравливайте Мамуля Спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Кто бы мог подумать, что за полгода из маленького пушистенького комочка такой теленок вырастет? Тюльпан, ты что думаешь, если ты собака, тебе все можно, да? А ну повернись, когда с тобой папа разговаривает! Мы с мамой тебя вчера искупали, расчесали, посмотри на себя, лапы в земле, уши в пыли, Точь-точь наш сантехник после получки. Ты ж тюльпа, ты должен быть красивым, мама хотела назвать тебя Федором, в честь своего отца. Говорит, что ты на него очень похож. По-моему, ничего общего, у тести уши длиннее гораздо. Перестань лаять, когда с тобой старший разговаривает. Ты посмотри, какие воспитанные собаки живут в нашем доме. Взять хотя бы Добермана из 65-й квартиры, его хозяин профессор, и собака у него такая же утеная. Они так похожи друг на друга, что их часто путают. Но говорят они всегда с уважением. Смотрите, говорят, Доберманы на прогулку вышли. Тот, что выше, профессор. Недавно на собачьих соревнованиях Доберман-младший получил медаль. Профессор так гордился, что месяц носил ее сам. А на медали была надпись. Лучшая собака города. Студенты его поздравляли. Говорили, ну над же, а мы и не знали, а? Ты что делаешь? Не заигрывай с кошками, они тебя плохому научат. Будешь потом в марте по крышам лазить. И с дворняшками не заигрывай, они плохому научат. Уйди отсюда, кошелка. Мы подберем тебе невесту из хорошей семьи, породистую. Да-да-да, это очень важно, знать породу. Вон наш сосед, купил на рынке двух щенков, не спросил их родословную, принес домой, а потом оказалось, что это кролики. Теперь у него огромный приплод, 50 кроликов, носятся у него по квартире, он до сих пор убежден, что это гончие. Ты у меня кто, а? Ты у меня Сен-Бернар. Значит, тебе нужна кто? Сен-Бернарш, все очень просто. Она живет у нас там, вот во втором подъезде. Я вас обязательно познакомлю. Время придет, познакомьтесь, не дергайся, пожалуйста. Слушай, как ее хозяйка одевает, когда на дворе собачий холод. То наденет на нее свитер, то брюки бананы. Однажды дубленку не пожалела, совсем с ума сошла. Как нацепил на собаку восточный халат тюбетейку. У собаки был такой вид, что два прохожих узбек сказали «Иссалям алейкум». Собака не ответила, тогда другой добавил «Это зарубежный гость». Бессовестный сидеть, не пугай пьяного дядю. Он тебя плохому научит. Идите домой. Нет, не укусит. А я, говорю, не укусит. Ну, он не хочет. Он грязного в рот не берет. Никогда б не подумал, что я вот так вот неожиданно полюблю собак. Как их не любить, когда они такие преданные, умные, красивые. Почему принято считать, что собака ругательное слово? Собака. Ах ты собака. Ну, собака, ну и что? Почему кошками не ругаются? Наоборот, говорят, ты моя кошечка, моя кисонька. А что нельзя сказать? Ты моя собачка. Моя бульдожечка. Мой волкодавчик. Такса ты моя кривоногая. Это ж комплимент. Нет, нет, мужчинам говорят один собачий комплимент. По-моему, сомнительные. Стыдно даже и сказать. Ну ты, кобель. Нет, комплимент, в общем-то, неплохой. Но звучит как двусмысленно. И потом нельзя один и тот же комплимент говорить всем мужчинам. Надо уточнять, какой породы. Нас с тобой во дворе. Как называть? Тебя Тюльпан Иванович, меня Иван Тюльпанович. Сыночек ты мой дорогой. А ну-ка, лизни папочку в щечку. Давай, 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 давай. Вот так, молодец. Еще раз. Вот, молодец. Да, 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 нет у нас детей. Вот и завели собаку. А раньше не хотели их. Дети это беспокойство, болезни, пеленки, шум. Нам хотелось пожить в тишине для себя. Пойди разберись, что это такое для себя. Мы успокаивали себя. Нам еще рано иметь детей. Все рано. Теперь уже поздно. Пока тебе не было, Тюльпаж, у нас в квартире стояла такая тишина, что порой мне казалось, она мертвая. Ну, ничего. Теперь ты, наше утешение, женишься, заведешь щенят. Только обязательно заведи. И будут у нас внуки. Слышишь, вон из окошка мама обедать зовет. Пойдем. Может, и мне что-то перепадет. Пойдем, пойдем, пойдем. Недавно утром просыпаюсь, слышу на улице крик. Тревога! Тревога! Ой, ну, думай, началось. Выскакивай на улицу, в одних трусах. А это сосед собаку домой зовет. У нее клитика такая, тревога. Дурак. Он бы ее еще шухером назвал. А сегодня у нас в подъезде объявление. Уважаемые жильцы, кто не оплатит за свет до 10-го числа, того вырубим 11-го. Я спросил у консьержки, что значит вырубим? А она, а то вы не знаете. Сколько раз уже вешали, вешали. Сейчас будем вырубать. Консьержка, это такая милая женщина с лицом бультерьера. Весь день сидит в будке, на всех лает и постоянно что-нибудь грызет. Как-то идет, она как зорет. А ну стой, урод обглоданный! Я сейчас съем с потрохами. Продраблю в виду. Потом смотрю, это у нее пельмень под стул упал. Это она с ним общается. И вот такая вот страхомуть на каждом шагу. К остановке подъезжает троллейбус, на нем вдоль всего борта написано прямые рейсы в Турцию. А на другом вообще. Фирма Ритуал, ваш надежный партнер. Я уже всего боюсь. Меня так запугали. У меня жена, например, очень ярко красится. Отрастила себе еще ногти длины. Попала под дождь. У нее краска по лицу потекла. Но я же этого не знал. Сижу дома, никого не трогаю. Вдруг в комнату врывается Фредди Крюгер. Ногти два метра. Морда как винегрет. Еще кричит мне, сейчас я тебя замучаю в любовной страсти. Я ей, сгинь, тварь облезлая! Расскакиваю на улицу, а там это собака, тревога. Меня за ногу цоп! Хозяин кричит, не бойтесь, она играет. Я говорю, что это за игра такая? Кобели-охотники, что ли? У меня уже полноги в ее пасте. Она скоро моим коленом подавится. Хозяин подвигается и кричит, Фу! Фу! Я говорю, это кто это Фу? На что вы намекаете? А он продолжает, Фу, тревога! Тащишь в рот всякую дрянь! А потом домой в шею приносит. Я говорю, значит, по-вашему, получается, что я вонючая, вшивая дрянь? А тревога, видимо, почувствовал, что в моей ноге кость. И вроде как пытается ее оттуда достать. А я где-то читал, для того, чтобы, значит, запугать злую собаку, нужно тоже на нее очень зло зарычать, скорчить страшную рожу и крикнуть что-нибудь обидное. Я так и сделал. Я закричал, «Сдохни, кобель женского рода!» Тревога заскулила, вскочила хозяину на руки и все, ради чего вышла на улицу, оставила на хозяина. Я у него спросил, «Ну и кто теперь из нас?» Фу. И вот такие ужастики-кошмарики на каждом шагу. Одна моя теща чего стоит. Кровожадная. Целый день на кухне ножом орудует. О, печень чью-то режет, то ребра рубит, курицу потрошит. Еще напевает, «Я убью тебя, лодочник!» У нее фартук похож на бронежилет. У нее спросишь, «Где моя футболка?» Я ее в ванной замочил. «Сейчас вешать буду!» И смех такой утробный. «Ха-ха-ха!» У меня теща женщины загадка. Загадила всю квартиру. Утром готовит свои пирожки с капустой, завернет мне на работу и скажет, «На здоровье!» и добавит, «Аминь!» Когда я возвращаюсь, она говорит, «Ну, легок на поминках!» «Садитесь к столу, поешь мои погребальные огурчики!» «Мама, почему погребальные?» «Потому что из погреба!» «Ха-ха-ха!» «Как-то звонит с мобильного, «Алло, я под землей!» «Свежих костей привезу на бульон!» «А ты пока воду поставь!» Я говорю, «Мама, что значит под землей?» «Вы что, на кладбище, что ли?» «В метро, идиот!» «А-а-а-а!» «А какой ужас эти маршрутки!» «На же ими запугали, что они ненадежные!» «Я их тоже боюсь!» «Ехать-то надо, сел как-то в маршрутку, значит, на сиденье впереди, рядом с водителем, слева от меня водитель, я!» «Здесь...» «Смотрю, на двери табличка!» «Хлопнешь дверью, умрешь от монтировки!» «Я дверь аккуратно прикрую!» «Оно мне надо!» «Ну, едем, значит!» «Водитель говорит, «Слышь, ты дверь плохо закрыл!» «Хлопни как следует!» «Я молчу!» «Оно мне надо!» «А этот продолжает!» «Ты чё, глухой?» «Хлопни тебе говорят!» «И тебе наплевать?» «Сейчас всем на всё наплевать!» «А я смотрю, в дорогу чёрная кошка перебегает!» «Но я через левое плечо плюнул в три раза!» «Водитель как зарёт!» «Ты на кого, козёл, плюнул?» «Я говорю, извините, это я специально!» «Пу!» «Нечаянно!» «Ты на кого опять плюнул, придурок?» «У тебя чё, проблемы?» «Я говорю, у меня всё хорошо!» «Пу-пу-пу!» «Ах ты, верблюд горбатый!» «Она даже ещё по дереву постучала!» «А у водителя, я смотрю, во рту зубочистка торчит!» «Я слегка постучал!» «Водитель выплюнул три зуба!» «И как заорёт!» «Я тебя ещё отбавку оторву, скотина!» «И схватил монтировку!» «Вот такой ужасник!» «Слушайте, а вы такое новшество в нашей жизни не встречали?» «Идёт человек, значит, по улице и сам с собой громко разговаривает!» «Причём уверенно громко!» «Да-да!» «Ха-ха!» «Ну надо же, какие новости, а!» «Хорошо, что ты меня предупредил!» «Я учту, учту!» «Со стороны посмотришь, идиот!» «Окакается, ничего подобного!» «Он в ухо наушник вставил!» «И по телефону болтает!» «Но мы ж такого раньше не видели!» «Я вообще впервые такое вижу!» «Вот со мной такой мужик в лифте ехал!» «А я не знал!» «Он говорит, здорово!» «Как жизнь!» «Я бы нормально!» «Главное какое?» «Да мне пофигу!» «Ну я нажал на кнопку, лифт поехал!» «Мужик говорит, слышь, братуха!» «Дела-то дрянь!» «Отстегни мне немного!» «Я говорю, где отстегну?» «Ремень, что ли, жмёт?» «Да-да!» «А вы что, сами не можете?» «Да меня налоговой по рукам-ногам связало!» «Сорчай, братуха!» «Ну, думаю, раз человек просит...» «Подошёл, отстегнул ему ремень!» «У мужика брюки упали на пол!» «Я спрашиваю, ну как, полегчало?» «Мужик говорит, слышь, братуха!» «Я тебе перезвоню, сейчас только замочу одного ублюдка!» «Слушайте, хорошо, что дверь лифта открыли!» «Я бегом, мужик, за мной!» «Правда, после того, как я ему отстегнул, он далеко не убежал!» «В общем, не жизнь, а сплошной кошмарик, ужастик и гробастик!» «Всё тело как одна негативная» «Всё тело как одна негативная» «В Америке уже говорят, от СПИДа лечат, у нас от простого похмелья вылечить не могут» «Третий час какую-то таблетку сосу, она всё не тает» «Таблетка какая-то странная, с двумя дырочками» «Прошла» «Голова дурная, как железобетонное что-то такое» «Ничего соблюдения не мог» «Всё утро вспоминал, как Крупскую звали» «Ни одного приличного имени на ум не приходит» «А в зеркале сегодня какие ужасы показывает» «Неужели Нельсон Манделла под асфальтовый каток попал, а?» «А если это я» «Каким местом я в зеркало смотрю?» «Ой» «А начиналось вчера, как чинно, благородно, на банкете, приятель диссертацию защитил» «Новую науку придумал на стыке кибернетики и математики» «Называется кибинематика» «Профессор, лучше бы целебную водку изобрёл» «Он по телевизору мужика показывает» «Докторскую защиту силу на очень важную для народного хозяйства» «А правильно, потребление алкоголя» «Десять лет на себе эксперимент проводил» «Пришёл к заключению, что лучше всего вводить алкоголь в организм при помощи клизмы» «Во-первых, шибает быстрее» «Во-вторых, закуски не требует» «В-третьих, перегаром изо рта не пахнет» «Непонятно только как в таком случае пить на Бррршабзан» «Как на таких учёных козлов государстве деньги тратят» «Это он настоящий учёный» «Здрасте, господин Клинтон» Ой, а что потом было после банкета? Куда я пошел? Неужели к женщинам? Я как выпью, всегда к женщинам тянусь. А как дотянусь? Никак не могу понять, какого лешего у меня от них нужно. А что с меня возьмешь в таком состоянии? Мне главный друг мой сказал, что у него очень удобная знакомая есть, муж в командировке, дочка на все лет куда-то в деревню уехала, младший внук в армии. Да, он сам полковником служит. Ой, открывает она нам дверь. Ну, сразу видно, с 13-го года. Не-не, не с 1900. Просто с 13-го. До нашей эры, до. Ой, я и не думал, что так бегать умею. Чего дальше-то было? Вспоминаю. Лучше бы не вспоминать. Культурный человек называется. Ученый-моченый. У ларька из горла добавлял. Рядом еще какой-то бомж пристроился. Вылетый Распутин с бутылки. Я ему что-то рассказываю. Он подмигивает. Оказался, светофор. Я дурак ему еще анекдоты рассказывал про пьянку. Вот это мне очень нравится, про пьянку. Итальянец, значит, к нам приехал, пишет у себя в дневнике. Вчера весь день пил с русскими. Чуть не умер. Сегодня весь день с ним похмелялся. Лучше бы я вчера умер. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот слабаки, а. О, Господи. А что потом? Как я домой добрался? Помню, какой-то бетонный забор перелеть хотел. А как расцвело, вижу этот бордер на мостовой. Бедная моя мама в царстве небесном всю жизнь предупреждала. Пить не бросишь, никогда большим человеком не станешь. Знала бы она, что наш самый большой человек. АПЛОДИСМЕНТЫ Уже ни одно озеро Байкал выпил. А я его понимаю. Ну так, между нами, по-честному. Ну, как у нас не пить? На все трезвыми глазами посмотришь, повисишься. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот он знает. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А на зарплату нынешнего депутата в те годы можно было запустить в космос не только Белку, Стрелку, Гагарину, Терешкову, Николаеву, но и юного ставропольского комбайнера Мишу Горбачеву. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Причем так, чтобы он до сих пор там летал в условиях полоневесомсти, при которых мысли о бандилокугольном указе в голову не проходят. Надо же было додуматься. У народа единственную радость отнять. Как на все посмотришь, мать твою, а как выпьешь, о, к маме надо зайти. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вроде и голова меньше болит. Видать, таблетка помогла. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да не надо расстраиваться. Ништяк. А вон у меня сколько пустых бутылок. АПЛОДИСМЕНТЫ Растут в цене не хуже доллара. Тоже деленые. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так что я богат. Еще немножко. Я совсем богатым стану. Жизнь продолжается. Есть повод выпить. Господа. АПЛОДИСМЕНТЫ Идешь по улице, читаешь. Сигареты Мальбора. Это свидание с Америкой. Беломор. Свидание закончено. АПЛОДИСМЕНТЫ Невольно домысливаешь. Понимаете? Я и газеты покупаю. Только те, где реклама побольше. Вывожу тараканов на прогулку. СМЕХ Снимаю порчу. Со сберкнижки. Ну и так далее, и так далее. Ну, главное реклама по телевидению. Сколько заботы проявляет о нашем здоровье. Мужик натягивает тетиву лука. И голос за кадром. Если у вас появилась боль, нанесите ей ответный удар. Застрелитесь. СМЕХ Домысливаю. Домысливаю. Every time. Каждый раз после еды вам хочется поесть еще. СМЕХ Это у вас карец. Ах, реклама. Я открыл для себя прокладки Олвис. Плюс, минус, синус, косинус. Прокладки оби. Осушает русло оби. А этого придурка на лыжах в горах видели? Каждый вечер орет. Минка. Его лавиной завалила. Еще, вы знаете, мне так жалко мужика, который сидит тихо, мирно смотрит телевизор. А ему жена стерва. Ой, стерва. А Майя говорит, хи. Опять у тебя запах. Он говорит, да ты че, я только из душа. Не ври, у нас третий месяц воды нет. Откуда же этот запах? Не знаю, наверное, от телевизора. Там кто-то хорошо поработал щеткой Рич-интернета. Одна тетка говорит, вы знаете, я каждый день ем раму. Да, и дети мои рамы едят. Мы только рамы им питаемся. А недавно, вы знаете, я совсем это, рекламнулся. Я такое узнал, ой, вы не поверите, но придется поверить. Оказывается, знаете что, Пэдди Гриппал. В чем, сильно Гриппал. А как все случилось? Пэдди ел раму. Он всегда ест раму, он сумасшедший. И вдруг он почувствовал, что у него колдрекс. Пэдди стал весь в блендамет, в блендамет. Но он не растерялся, молодец парень. Хотел сначала самсунг. Хватился, а аспирин у пса. И к тому же, кто-то у Пэдди врылинг спермен. Спермен. Как он у него СПР, понятия не имеет. Ну, Пэдди начал звать на помощь. Минто. Минто. Нес кафе. Главное, всегда ж было эль густо. Понимаешь? А тут Нес кафе. Пэдди туда, хэддэн шёлдерс. Сюда, хэддэн шёлдерс. Нес кафе. Проктор Ангембар. А тут ещё. Большая неприятность случилась. Очень большая. Тётя Ася приехала. Одна же, что была. Возвращаюсь с работы. Смотрю, жена сидит на диване с каким-то толстяком и целуется. Я говорю, ты что вытворяешь? Она говорит, ой, ты вернулся, я и не заметила. В компании с толстяком время летит незаметно. Ты шума. Решил уехать от этого ужаса подальше. Поехал в путешествие на своём Запорожце в Италию. Приезжаю в Велобаджи. А там жители всей деревни трут одну сковорду. Я говорю, почему вы не пользуетесь новым фейри? А они, жизнь хороша, когда трёшь не спеша. Приезжаю в Велобаджи. Там, как всегда, праздник. Жители уже всё съели, пьют фейри, пускают пузыри. Захожу на пляж, там полно девиц. Бреет ноги с танком Винес. Шерсть по всему пляжу летит. Одна меня заприметила и говорит, эй, Доместас, побрей мне спинку. Я говорю, ну-ну, русский турист, акваминерали. АПЛОДИСМЕНТЫ Облика морали. АПЛОДИСМЕНТЫ Я и домой у вас гостю. Тёща с тестем, тёща с прибабахом. У неё жизненный девиз комит каждый день. Всё, что под руку попадается, трёт комитом. АПЛОДИСМЕНТЫ Девять пляжей протёрла. АПЛОДИСМЕНТЫ В общем, весело с этой рекламой. Была картошечка простая, стала золотая. Были грибки простые, стали золотые. Была селёдочка простая, стала золотая. Такой, ели водку с последней. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, что я вам скажу? Хорошо, когда пиво правильное. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот водка правильное пива. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А ОЛВИС крылышками бег-бег-бег-бег-бег. А за ними подгузники прыгают. Сникерские шарманы пулики уйдут. Если Марса встретит, в ухо-болбанёк. Клира сел, Клира. Борода из морда. Ты прыщи наискосил, я теперь морда ты. А от нас студён и зимний коров я съел на толщак 10 кубиков к нору. Гляжу, поднимается медленно в гору. Морею, везущее его с Панадон. Велей тампекс одинокий в тумане моря голубого, что ищет он тампон убогий. Кто пнул его в краю родной? Летят рыбал спермитые. Привет, мальчишу. Летят олвес-плюсы. Салют, мальчишу. Идут тёти Аси. Она мальчишу. Гостимов от себя воздвигни рукотворный. Ему не зарастёт и фаралгану пса. И тёти Аси головой непокорной замочит родному отца. Шлась к шоссе и сосала сушку. Засекли её врача, увезли психушку. Слышь, тёти Аси бог послал кусочек сыра. Слышь, чё было? На еле тёти Аси забралась. Ну, ей надо было. С ворон там подралась. Пошло и сорвалась. Наела сыра в рот. И пор болеет тёти Аси. Разрешите презентовать наше акционеропроприятие фрукаделька. Который является лидером фрукадельного бизнеса. Наша фигня, фирма выпускает фрукадельки и шай, 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 что вы качество. Какое там качество? Гадость страшная. Наши фрукадельки изготовлены из мяса молодых бычков. Фрукадельки Фрукадельки Видели бы... Фрукадельки Видели бы... Видели бы вы... Этих бычков Молодых Они все седые И каркают. Изготовлено новейшим лицензионным оборудованием. Три бомжа на ржавой мясорубке. Рубят эту гадость. Слушайте, это такая гадость вообще. Я нечаянно принес домой одну эту... Круглую мерзостью. Она прилипла мне. Кошечка, муреночка. Подошла, понюхала. Все, судороги. Не уберег. Невинную душу. Сгинула. Косеночек была 14 годиков. Кстати, звонили с ассоциацией соматологов. Благодарили. Мы, говорит, загребаем большие деньжищи. Потому что с вашей фуфловилию люди не только зубы ломают. Они еще вывехивают челюсть. Используются только натуральные ингредиенты. Это правда. Опилки, бомада... Цемент. Цемент идет вместо яйца. Выполняют фуфусы. Лейца. А пробовали без цемента? Не леплюсь, а я... Это такое капризное. Тут еще указывают на швежую зелень. Зелень появляется естественным путем на восьмые сутки. Испущительное серильное производство. Испущительное. Это правда. В леплильном цеху леплющики леплю в этих... В противогазах. Некоторые надевают даже два противных газа. Но все равно пробивают. С добавлением витаминов. Я не могу. Витамин. Ну кто вам будет пихать туда витамин? Ну вы подумайте свою... Фуфлоделька. Ну... Единственное, что там попадается, это кулевы и перья молодых лохов. А, бычков. Самоконсистенция признала нашу продукцию бактериологическим оружием. Это у меня главное. Колпаки это такое. Схоронили. А я передупреждал, не трогайте. Она туда вилочкой. А чего, говорит, цеху гнезда летучих мышок. С вами сверху подглядывают. Потравить их, чертова мать. Я говорю, мы загрыз пись. Берегом зверов. Она говорит, ну они же, говорит, могут попасть в фарш. Я говорю, почему это могут? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это более 70% наших продуктов. Они идут как с пести. К мясу молодых охлам... Бычков. АПЛОДИСМЕНТЫ Чего тут приватил? К аромендации, а к опотреблению. Разогреть, подогреть. Выкинуть нафиг от греха. АПЛОДИСМЕНТЫ Лучше умереть естественным пофором, чем от наших этих фуфлотырев. Хочу, кстати, предупредить. Некоторые настырные молодые бычки летают возле атомных станций. И кулюют наглым образом стронций и плутоний. Поэтому у кого аллергия на стронций и плутоний, не кушайте наших фуфлотиков. На днях съел ложку крема, обувнула. Чёрный такой, знаете. По сравнению с нашими фуфлотыревиками, это рахат лукун. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно ли есть эти фуфлотыльки? И нельзя ли есть наши фуфлотыльки? Науке это неизвестно. Наука ещё не в курсе дела. Люди, не покупайте фуфловельки. Вся реклама враньё. Я вам должен был впарить эту гадость. Ни за что. АСА! АПЛОДИСМЕНТЫ Мы с женой коммерсанты недавно в одном магазине купили машину лодки. Разлили её под другим бутылочкам. Очень выгодно продали этому же магазину. АПЛОДИСМЕНТЫ Жена говорит, мы теперь люди не советские, а светские. Надо жить по-новому, культурно, по-светски. Вот у нас будет 25 лет свадьбы. Давай устроим для наших родственников Алья Фюршет. Что устроим? Фюршет. Я по телевизору видел. Гости не сидят у стола, а стоят и пьют шампанское мелкими глоточками. Я говорю, мы так не вытерпим. Что, долго стоять у стола? Нет, пить мелкими глоточками. Что он, попугайчики, что ли? А как ты думаешь, что подать к шампанскому? Суп-харчо. Нет, подам-ка я крабовые палочки. Да я вчера съел эти палочки. Да вот же они и лежат, эти крабовые палочки. А что же я вчера съел? Неужели палочки от тараканов, а? Кто-то я смотрю тараканы от меня в рассыпную, а? Родственников предупредил. Вести себя нужно по-светски будет, культурно. Руководить фуршетом будет церемонимемейстер Баба Шура. У нее опыт, она 30 лет проработала в интуристе вышивалой. Она будет стоять у дверей и объявлять гостей. Прибыл господин сват на Мерседесе. Я спрашиваю, откуда у нашего свата Мерседес? Мерседес — это трамвай. Мерседес — трамвай, автобус — Кадиллак, лифт — Боинг 747. Все ясно. Начался фуршет, и с прихожей раздавался голос Бабы Шуры. Господин Шурин — аферист. Как гулять, так первых, как долги отдавать, так тянет до последнего. Господин тесть, госпожа теща, прибыли на Роллс-Ройси. Маршрут номер 11. Шурин вырядился, как светский лев. Откуда, спрашиваю, у тебя такой фраг? Из Англии? Он говорит, нет, из-под одеальника. Кум пришел весь перебитомный, что с тобой спрашивает. Да понимаешь, в темноте кактус за жену принял. Что, с ума сошел? Кактус от жены отлечить не можешь. А ты, говорит, мою жену в бегудях видел? Ну, потом гости в торжественный марш подошли к столу. С вояк, сверкая глазами с голубой кровью, закричал, господа, что, стулья у краю, что ли? Сватим его, цик, скажи спасибо, что стол оставили. По команде бабы Шуры поехали, все начали выпивать и закусывать. Тетка жены как закричит, горько! Мы же, наверное, расслабились, а тетка продолжает, горько! Нахрена вы в салат так много перца насыпали? Ну, тут, конечно, светские разговоры пошли. Передайте, пожалуйста, сахар, а то шампанское полусладкое. Ой, что это вы грибы руками берете? Извините, я перчатки дома забыл. Госпожа Свати, а вам не стыдно? Вы уже выпили пол ящика шампанского. Стыдно. Но больше не могу. На десерт кум принес канистру самогона. На десерт, да. Фуршет пошел веселее. Свояк, как истинный джентльмен, набил морду куму. За то, что тот сказал, что его жена качается, как пизанская башня. Кум в ответ ударил его в живот и сломал руку в пяти местах. Вот вы с маяка спросили, указывая на живот, что пресс? Он говорит, нет, поднос. Сноха начала показывать, как она удачно загорела на нудистском пляже. Кум увидел обнаженную снаху. И решил, что к нему смерть пришла. Бухнулся с испугу на колени и закричал, уйди, костлявая. В полность баба Шурин была выгонять гостей. Господин тесь, госпожа теща, госпожин Шурин, уползли. Господин кум, я просто не знаю, как вам теперь обращаться. У вас такой фонарь под глазом. Раз фонарь, обращайся в вашу светлость. После ухода гостей я сказал, женя, милостивая государственная, вы были правы. Мы теперь люди светские. В нашей больнице все лежат, а я вот, видите, уже потихонечку шкандаляю. Как сюда попал. Ой, смешно рассказать. Я расскажу, вы же смеяться будете. Но я все равно расскажу. Дома лаком полы покрывал. Ну, было лето, жарко. Ну, разделся догола. Ну, благо никого дома не было. Все чин-чинарем. Ну, покрываю, значит, согнувшись. Песни пою. О плохом не думаю. А сзади котенок. Сидел, сидел. Видно, решил, что я с ним играю. Чтоб он сдох. Потрался сзади. Сукинку. Ну, как чапки. Я скинку вперед отскочил. Я батарею в башку сломал. Санитарам, которые мне несли, рассказал, как было, они так ржали. Что меня с носилок уронили. Два ребра переломались. Сестра укол сделала, промахнулась. Через месяц очнулся, спрашиваю, сестричка, после твоего укола я смогу быть папой? Она говорит, конечно. Только римские. Ну вот, время прошло, встал на ноги, слава тебе, господи. Сразу здесь запрягли. Ходячий, а ну давай, сделай то, а? Ходячий, ну давай, давай, давай. Сделай это. Даже прикрыкивают. Ходячий. В чём чай без сахара? В чём бельё никто не меняет? Неправда. Я сам видел, вчера один из шестой палаты поменял простыню на банку тушёнки. Они смеются, уже хорошо, уже польза. По утрам, знаете, я здесь это лекарство разношу. Это дело мне сложно, у нас сейчас в больнице только градусники банки. Когда лекарства были, везде рекомендовали Петя, Лохолова или Долг Страмон. А сейчас что рекомендуют? Газеты читали? Сейчас во многих газетах эта статья была. Лучшее лекарство от всех болезней собственное. Она. Стыдно сказать так. Если так дело дальше с экономикой пойдёт. Я думал, что для нас это не последняя рекомендация. В больнице и комедия, и трагедия. От неё тоже никуда не уйдёшь. Вот от моего соседа лежачего вообще врачи отказались. Я слышал, как врач сестричке шепнул. Этот безнадёжный. Нечего на него лекарства переводить. Нет, думаю, врёшь. Толкает сосед. Чё, хвост повесил? Ну, шевелись. Мы с тобой ещё по девочкам пойдём. Заулыбался. Другой раз говорю, знаешь, почему сестричка к тебе не подходит? Боится тебя. Ей наговорили, что ты сексуальный маньяк. Смотрю, ногами задвигал. Месяц я с ним так шутил. Лекарства стал ему давать. Из своих запасов. Однажды перепутал, дал ему касторки. Чё было? Этот лежачий три месяца не вставал. А тут как забегал. Был лежачий, стал бегучий. Недавно выписался, звонил, интересовался, когда пойдём по девочкам. А ещё, знаете, я здесь, я там, еду разношу. Пока наши каракатицы раскачаются, всё же стынет. Недавно больные на питание жаловались. Приходил один из мэрии, такой полный, попробовать. Ничего, кофе, ничего. Оказывается, это кофе. Повар утверждал, что это бульон с лапшой. Потом он спрашивает, скажите, здесь всегда так холодно? Я говорю, нет, как вы могли так подумать? Не всегда, только зимой. Слушай, я зимой здесь ушек морозил. Без сознания положили меня у разбитого окна, и всё. Привет, говорят. Херон, паразит, хотел отрезать. Слава богу, терапевт не дал. Резать, говорит, не надо. Я тебе дам мать, смажешь, уши сами отвалятся. Врачи недавно восставать решили. Их можно понять. У них зарплата меньше, чем у меня давление. У наших врачей жюрики зарплату отобрали, утром обратно принесли. Так и сказали, забирай свои бабки от греха подальше. А то, когда мы их считали, у нас двое со смеха умерли. С врачом мы уже, друзья, он мне доверяет журнал с диагнозами. Правда, все диагнозы зашифровал. Видно, раньше в разведке работал. А я уже все понял. И, инфаркт, язва, язва желудка, ГБ, головная боль. А я спрашиваю, что за диагноз на каждой странице у тебя? Ахес написано. Ахес, 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 ахес. Он говорит, ну, ахес. Ахес-то означает, а хрен его знает. Вот вам передовая медицина. Ой. Разные тут у нас попадаются. Одного привезли, желтый весь, с ног до головы. О, пять дней лечили, думали, желтуха, а оказался китайц. Знаете, тут кого эти родные навещают, а кого нет. Теток не бывает, да, на белом свете. У нас один дедок лежал, тоже, кстати, с пробитой головой. Никто к нему не приходил. Молодой, больной, даже смеяться над ним начал. Молодой, не понимает, что грех на душу берет. В детстве не объяснили. Нашла, говорит, твоя бабка другого. На кой теперь ты с пробитой башкой? Ну, дед лежал-лежал, сами понимаете, старенький ведь. Оделся и ушел. Через час привезли бабку с тем же диагнозом. Грустно, конечно, но недавно все от души повеселились. Приходил этот знаменитый колдун безнадежных поднимать. Зашел в первую палату, смотрит, один лежит, голову запрокинул. Тяжело дышит, глаза закрыты. Ну, колдун, как всегда, так закричит. А ну, вставай! Мать твою! Роза свинячья! Вот встал, как врезал колдуну. Оказался, ценитар после смены отдохнуть придет. Знаете, я иногда задумывался, почему санитары часто попадают в такие мордатые. Я понял, они спирт витаминами закусывают. Специфика. Честно говоря, я мог бы уже отсюда давно выписаться. Медики возражают. Говорят, пока ты здесь, мы можем бастовать спокойно. Я им заменяю и трех нянечек, и четырех медбратьев. А домой уже и не хочется. За два года. АПЛОДИСМЕНТЫ Жена всего один раз приходила. Поссорилась со мной. И ушла. Да на кого я больных брошу. Втянулся я в это дело. Поправь подушку. Опусти ногу. Закрой форточку. Позови врача. Позвони жене. Принеси водички. Почитай газетку. Отгони таракану. Весь день при деле. Скажет кто-то. Спасибо. Ходяки. Уже легче. Значит, нужен еще кому-то. Да и время сейчас такое. Лучше его в больнице переждать. Тут хоть что-нибудь. Да подадут. Ну че мы психуем. Че мы нервничаем. Че спокойно поговорить нельзя. Все у нас все хорошо. Все. И в стране у нас все хорошо. Что говоришь? Зарплату задержали. Да? Да ничего. Ничего. Сейчас Путин все наладит. Он обещал. Все путем будет. Ему можно верить. Он Ельцина видел. Трезвым. У нас сейчас правительство хорошее будет. Они сейчас готовят целый ряд нервов для полной этой стабилизации. Сейчас новый указ выйдет. Новый указ. Хочешь получить зарплату, да? Выкупи ее. И все. Вы как никто. Мудро. Не, мудро. Нет, мудро. Не умеем организовывать работу. У нас лес пилят корейцы, грузят вьетнамцы, дома строят турки, асфальт кладут или итальянцы, или немцы. Песок подносят болгары, а мы пьем за их здоровье. А какие у нас налоги? Заплатил честно все налоги? И спи спокойно, дорогой товарищ. Пусть земля тебе будет пухом. А медицина любо-дорого посмотреть. Несколько любо-дорого. Я недавно лежал в больнице, в одноместном коридоре. Жена кормила, дочка лекарства приносила, тещу укол делала. Доктор, добрейший души человек. Бывало, за день по пять раз мимо пробегал. Однажды увидел меня на тумбочке яблок, остановился. Строго так спросил. Мы-то я? Я говорю, мы-то я? Сквотил, откусил, дальше побежал. Что это? У нас все лучшее. У нас остроумие лучшее в мире. Он в метро. Вчера негр спрашивает, какая следующая остановка? Ему мужик говорит, Африка. Ну, негр молодец, хорошо ответил, не растерялся. Тогда всем белым приготовить визы. У нас все лучше. Я недавно был за границей по производственной нужде. И скажу, наш стриптиз лучше. Их баба полчаса с коленки какой-нибудь бантик снимает. Наша вышла. Лифчик вверх, ловки вниз, мужики в обмороке. Что это? А какие у нас дураки? Это же настоящие. Они даже в правительство требуются. Я вам точно говорю, требуются. Я недавно хотел на работу устроиться. Позвонил в отдел кадров Кремля. Спрашиваю, вам министры нужны? Они говорят, вы что, дурак? Я говорю, нет, но я у вас подучусь. Все лучше. Автомобили у нас лучше иномарок. На иномарках все за тебя компьютер делают. Если надо, дверь закрывают, на тормоз нажимают, водители катапультируют. Это все машины для дураков. Какие мозги надо иметь? Чтобы в нашу аку влезть. Ну, мозги-то у нас есть. Допустим, в лес сидишь. Руль в зубах. Газ где-то под тобой. Надо правильный только уменьшить нащупать. Уши из окон торцов. Едешь, все проезжие Мерседесу, тебе дорогу уступают. Боятся, что их выхлопная труба твою аку засосет. Во всем надо видеть хорошее, даже в плохом. Кто это понимает, тому здесь не просто хорошо, а лучше некуда. Много на свете красивых женщин. Умных много. Но лично я дурочек люблю. Это я в образе уже. А вы думали от себя, да? Это я в образе. Дурочки, кстати, быстрее и удачнее замуж выходят. Да, потому что все время улыбаются. А умные ходят с умным видом, людей пугают. Когда моя Лиска была дурочкой, мы были самыми счастливыми. Помню, у Лиски даже на лице было написано, что она дура. Причем с ошибками было написано. Как мы познакомились, это чудно. Чудно. Она спросила, который час? Без пяти семь. Это два, что ли? Я в первый момент даже не понял, что она сказала. Оказывается, она от семи пять вычла. Семь-то без пяти. Два получается. Я говорю, ой, девушка, вы кто по гороскопу? Я рыба, а я пиво. Скажите, вы верите в любовь с первого взгляда? Или мне попозже подойти? Верить, никуда не надо уходить. А как вы расслабляетесь? А я не напрягаюсь. Ой, говорит, какая у вас на лице прикольная ямочка. Эта ямочка, объясняю, называется рот. Мы много гуляли по Москве. Однажды мы проходили мимо моего дома. Я сказал, между прочим, в этом подъезде я живу. Да, грустно воскликнула Лиска. Я думала, что у вас квартира есть. Такое было время, как и она для меня свои фирменные котлетки готовила под названием «Зал Павроры». Ты в них вилка, а не в тебе маслом. Как она меня веселила. Бывало, спрашиваю, что это холодильник так трясется, а она мерзнет. Лиска тогда очень хотела попасть в красную книгу, в мой паспорт. И когда я ей сделал предложение, она, счастье, была на седьмом месяце. Как я тогда волновался, кто у нас будет, мальчик или девочка. Я предложил Лиске сдать тест на беременность. Она спросила, а там сложные вопросы? А то я недавно была у окулиста. И что же он тебе сказал? Сказал, чтобы буквы учила. Я ее поцеловал и сказал, что таких, как она, земля еще не рожала. Шли годы, и постепенно Лиска умнеть начала. У нее появилось свое мнение. Я-то брал ее бедмнение. Если вдуматься, женщина в доме для чего? Для уюта, для домашней атмосферы. Женщина, как крутой мобильник. Наворотов много, а функция-то одна. А тут мнение, понимаешь. На отметке с иностранным начала реагировать. Если мальчик приносит пятерку из школы, это ее гены. Если двойку, это мой хромосомный набор. Пилит и пилит, понимаешь. Сосед Генка меня успокаивает. Ну и что же пилит? Ты же мужик, потерпи меня моя. Знаешь, как пилит? Как бензопила. Твоя по сравнению с ней лобзик. Сейчас она уже готовит котлетки жесткие, под названием «Дожуем до понедельника». Сейчас с ее умной головой во всем права ее мамочка. Но еще бы ее мамочка, большой человек, в гостинице стилистом работает. По стели стелит. Почему ты ходишь по квартире в одних трусах? Потому что вдвух жарко. Одна же я не выдержал. Все, говорю, Лизка, не получается у нас. Ухожу я от тебя. Ну чего мучить друг друга. Ухожу. Лизка как закричит. И я с тобой. И мы помирились. Любимая женщина, на то и любимая, как бы она тебе не насолила, не наперчила, а у тебя после нее остается всегда привкус лесных ягод. На фоне легкой аллергии. А песни тоже. Тоже такие. Мне поновописывали цитат из современных песен. Я-то их не знаю, мои сотрудники это сделали. Ну за последние пять лет. Ну как же можно добиться любви? Раньше как было? Любили артиста, помнили его песни, уважали. Вот на каком уровне шел разговор со зрителем. И зритель уважал тебя, и ты его. Только так. В нормальном обществе. Ну вот как это, что это такое? Веселуха, веселуха, жизнь копейка, бляха-муха. Глюкоза поет. Ну я ее так называю, да. Танцуй, Россия, держись, Европа, у меня лучшая в мире опа. Видите, она еще смущается, вуалирует это слово, как-то, чтобы поприличнее было. А вот певица Бьянка ей вторит, она не смущается. Бьянка, есть такая певица, да? Я, извините, мое невежество, я не знаю. У меня губки бантиком, попка крантиком. Бедная Бьянка. Что ж такая? А если воду отключат? А? Миша Гребенщиков заявляет, тоже есть, да, такое? Твои батоны, они же булки, не кинь, подруга, меня с прогулкой. Я понимаю, что это о подорожании хлебобулочных изделий. Группа «Фабрика». А у неба нету дна, как билетов нет в кино. Простенький, со вкусом, чё там? Это мне напоминает. Я смотрю на горизонт, утки парами летят, в огороде бузина, на работу не пойду. И всё, чё там? Группа «Шпильки». Сам ты, сам ты, сам ты, Наташа. Сам ты, сам ты, гуляй на свой пляж, и там себе сам делай массаж. Это какой-то трансвестит на самообслуживание. Боже мой, ну неужели тут поют, а? Ну если поют, я имею право цитировать. Я целую тебя в рот, ты меня наоборот. Уже так открыто можно, да? Нет, я понимаю, это приятно, но... О, Господи! Ну так громогласно, зачем уж так? Тогда это и неприятно. Ты не знаешь, как внутри тепло. Ты не знаешь, что там залегло. Но это туши фонарь. В небе три звезды. Это я и ты. Они, наверное, в школе не учились. Мой шарик, сдувшийся у ног. Он тоже очень одинок. Но что-то есть во мне, что тянется к тебе. Мама шила мне штаны из березовой коры, чтобы попа не потела, не кусали комары. Представляете, Пушкин бы такое написал. Анни Керн, а? Выстрелом в сердце ты разбудишь меня. Это ж как-то надо спать, чтобы такой будильник понадобился. Вот. Группа корней. Явно что-то перемудрили. Это надо представлять себе. Вот представьте себе. И твои изумрудные брови колосятся под знаком луны. Так, значит, девушка с изумрудными, значит, зелеными бровями вышла в лунную ночь куда-то в поле, и у нее брови колосятся. А сзади комбайнеры подгребают. Ой, это просто чума. Тоже представить надо. Ничего не прибавил. Я стою на переходе, из меня любовь выходит. Не дай бог вам по тому переходу. А это просто угрожает. Я лимонка, я лимонка, я контактная девчонка. Не дотроньтесь до чеки, берегитесь, мужики. Я так понимаю, что эта песня главной девственницы нашей страны Валерии Новодворской. Весело живем. Круглосуточно работают многие магазины. Ночные клубы с крепчайшими напитками, на которых написано, Минздрав офигевает от вашего здоровья. Что это у нас за здоровье такое, что люди выходят на свежий воздух, чтобы покурить. Ну, действительно, на каждой пачке сигарет написано, Минздрав предупреждает, курение опасно для вашего здоровья. Но все на это ноль внимания. Поэтому медики пришли к заключению, что большего эффекта можно добиться, если на каждой пачке сигарет написать, обкурись и сдохни. Весело живем. И народ простой тоже весело живет. Один мужик заподозрил жену в измене, сказал, что уезжает в командировку, а сам под кроватью спрятался. Ну, как в анекдоте. К жене пришел сосед, они улеглись, она говорит, хочу от тебя ребенка, а сосед не хочет. Говорит, какой ребенок? Ты даже пеленать не умеешь. Кто? Я не умею. Взяла, да запеленала его в одеяло. Накрепко причем. Сказал еще, я тебе сейчас молока принесу. Пошла на кухню, муж вылез из-под кровати, сделал соседу простенько. Угу-гу, синьки, угу. Потом пошел на кухню и сказал жене, пойди перепеленай Васю. Весело живем, веселей не поводит. Портфель, стюардесс у меня спрашивает, что у вас портфель такой, что вы у меня так вцепились? Я спокойно говорю, 10, 9, 8, 7. Всех пассажиров эвакуировали. Меня в милицию. Дураки самолетные, вот что я вам слышал. Кругом одни, одни психи, у меня жена... психичка. У него крыша с левой резьбой. В 4 утра меня будит, в 4 утра. Дорогой, у меня голова прошла. С тебя супружеский долг. Ну, я встал, с собакой погулял. Что орать-то, дура неумная? Откуда я знал, что надо было мусор вынести? Психичка, шизичка. Утром послала меня в магазин за уткой, хотел к празднику яблок в утке запечь. Я купил хорошую утку, большую, прочную. Ну, и что же я ее не в магазине купил, а в аптеке? Аптека ближе к дому, дураки. Че орать-то? Псих ненормальный. Семья Адамс у меня получилась. Все меня перебивают, орут, кричат. Вот сказал тесте, я сварил. Он меня перебил, не дослушал, начал хлебать, то, что я сварил. Приговариваю, что-то кисель какой-то невкусный. Совсем готовить разучился. Какой кисель? Я клей сварил, обои клей. Че кастрюлим кидать, тут лыжник старый. Дочка меня попросила купить ей билеты на концерт бритни с персы. Я пришел в кассу, посмотрел на цены, купил билеты на концерт Бори Моисеева. Че орать? Боря в 10 раз дешевле, а выглядит так же. Сомножать же надо. Психи ненормальные. Чуть что, а тут, а тут. Че орать? Ну, забыл я где-то ключи. Ну, бывает, ну, с кем... Может, на работе остался, может, дома. Зашел к соседке, жену с работы подождать. Че орать? Я же записку в дверях оставил жене по-честному. Я у соседки обнимаю, целую. Дура ненормальная. Кругом психи. Ехал в автобусе. Год назад это было. Год назад, точно. Читал статью про свиной гриб. Слух сказал, этот свиной гриб задолбал уже. И случайно чихнул. Все пассажиры в окна повыпрыгивали. Дураки ненормальные. Меня на неделю в карантин. На неделю. Свиные дураки. Психи ненормальные. Как весна у жены обострение. Крыша едет в левую сторону. Посади картошку. Картошку посади. Посади картошку. Картошку посади. Че ты орешь? Я ее давно посадил. В горшке с фикусом. А где фикус? А это ты спроси у колорадского жука. Он он в сказке выглядывает. На тебя нагло смотрит. Покажи тебе свой фикус. Дура неумная. Все такие. Теща недавно отмечала юбилей. Не теща, а как сказать. Мать ее матери. Бабушка что ли? В общем, мать ее матери. По материнской линии. Пышный юбилей. Цветов много. Ну, просто юбилей такой. Потом гости ушли. Понимаешь. Жена начала убираться. Цветы вместе собрала. На диван положила. Она не заметила, что на диване спала мать ее матери. Я домой прихожу. Сморю, лежит на диване. Вся в цветах. Мать ее матери. По материнской линии. Ну, думаю, отмучилась. Мать ее матери. Позвонил родственникам. Сообщил новость. Через час проснулась мать ее матери. Дура испортила праздник. Я опять позвонил родственникам. Сообщил, что к большому сожалению новость не подтвердила. Пьянка отменяется. Тесь в драку. Мать ее матери голосила. Не убивай его, Петруша. Он нам 100 рублей должен. Вот психи ненормальные. Совсем уже дома не могу находиться. Сколько можно этот телевизор смотреть? Думаю, надо как прежде. В кино сходить. Позвонил другу. Пошли в кино. В этот кинотеатр. На проспекте Мира. Ну, вы знаете, космос. Хороший такой. Кинотеатр. Мы еще не дошли туда. Жена звонит на мобильник. Ты где? Ну, этот вопрос подозрительный. Ты где? Я говорю, мне неудобно с тобой говорить. Я тебе из космоса позвоню. Откуда? Не волнуйся, я тут не один. Со мной еще спутник. Ты что, выпил? А у меня зеленый свет загорелся на переходе. Ну, этот зеленый человечек зашагал. Я говорю, мне бежать надо. У меня зеленый человечек загорелся. Месяц со мной не разговаривал. Мол, я ей все вру. Я даже рыбу с рыбалки есть сразу сушеную принес. Все как меня ходишь. Лето, жара. Торчаники горят. Рыба сохнет прямо в воде. Отстань, дура неумная. Психи, кругом одни психи. У нас весь дом, весь псих. Кто завел собачечек, кошечек, семечечечек. Я, чтобы не мелочиться, завел сразу удава. А точнее, удавиха. Правда, у нее не поймешь, что. Где кишка есть кишка. Назвал ее Галина Петровна. В честь матери ее матери. А потому что тварь ползучая. Одна же удава искал, где чего пожрать. Заполз в унитаз и уплыл. Мне уже потом рассказывали, как в квартире этажом ниже соседка баба Зина пошла в туалет. Каково же было ее удивление, когда она увидела огромную штуковину, глядящую на нее из воды. Штуковина начала медленно подниматься. Баба Зина что-то обрадовала. И ждала, когда появится мужик целиком. А штуковина раскрыла пасть и зашипела. Бабу Зину отвезли в психушку. А удава так и не нашли. Теперь соседи без топора в туалет не ходят. Они с этим топором за мной и гоняются. Психи ненормальные все. У нас на работе тоже психи. Все психи. У шефа был юбилей. Все тоже нервничали. Что подарить? Психовали, что подарили? Дали мне 10 тысяч рублей. Придумай что-нибудь. Эх, такая. Чтобы шеф обалдел на всю жизнь. Я придумал. Заказал ему в офис стриптизершу. Шеф на всю жизнь обалдел. Когда увидел, что это его жена. Психи ненормальные. Вот что я вам скажу. Школа, школа, родная школа. Ой, сколько ж ты нам знаний дала. Вспомнить страшно. Вином Ньютона, теорема Пифагора. Кислота со щелучью. Инфузория туфелька. Пакость. Зачем нормальному человеку это все нужно? Кому-нибудь в жизни потом эта туфля пригодилась? Никому. Потому что школа это одно. Жизнь это же совсем другое. Возьмем, к примеру, физику. Закон этого самого Архимеда. Архимеда. Помните? Если тело, погруженное в жидкость, через полчаса не всплывет, значит оно утонуло. Тоже у меня закон, да? А в жизни, в жизни. Если у тебя ванна засорится, ты кого вызываешь? Архимеда? Архипа, водопроводчика. А он этот закон совсем по-своему толкует. Ты к нему с жидкостью, и он к тебе всем телом. А иначе сам тяни. Вот и все. Или возьмем ботанику. Кому она нужна, кроме Мичурина? Дети. Это тычинка. Дети. Это пестик. Все растения вырабатывают хрландию. А на рынок придешь, что тычинка, что пестик. Меньше трешника не стоит. АПЛОДИСМЕНТЫ Правильно, правильно. Потому что задаром никто хрландин вырабатывать не хочет. Про математику разговор вообще особый. Ну, там алгебра, геометра. Это вообще мура. Хуже все от тригонометра. Этот предмет придумали специально для головной були. Синус косинус. Тангенс-котангенс. Учите, детки. Без этого ни инженером не станешь, ни строителем в жизни. Я на стройке работаю. Я. Дают нам проект там этих тангенсов-котангенсов столько, что без стакангенса не разберешься. Ну, мне не надо, не надо. Моя бригада строит по своей науке. На глазок. Быстро, дешево и сердит. А че сердиться? Че сердиться? Ну, ну. Ну, дает стена небольшой косинус. Ну, в дверях легкий, не закрывангенс. Ну, забыли, забыли поставить. Унитангенс. Ну, в целом-то жить можно? Можно. Тем более, шо дом принят с оценкой. Ха-ра-шо. Так шо нитрогонометры школе надо учить. А тому, как этот дом комиссии сдавать. А, это уже целая наука. Мы ее превзошли. Приходит приемщик комиссии. У нас же все готово. Вся геометрия. Окна, двери, на запор, чтоб никто не видел. Прямоугольник белой с катертью накрыт. На нем все же полагается. И синус, и закусинус. Посидят эти пифагоры полчаса, их уже не узнать. Лица синусы, глаза косинусы. Да, мужики, да. Много-много еще ненужных предметов в школе преподают. Но самое смешное, что нас нашим же родным языком мучают. Где какие слова произносить? Как и ударение на эти слова ставить? Ну, не там я ударение ставлю. Ну, не помню я, почему Анна Каренина попала под электричку. Что, я от этого хуже живу, что ли? Наоборот. Недавно выхожу из метры, читаю книжный магазин. Народ стоит, подхожу к одному, вылит такой доцент. На все сто процентов. Что дают, спрашиваю? Оказывается, дюму дают. Дюму, дюму, да. Книжка такая. Не помню, кто автор. А к вечеру обещали, гю-гю выбросили. Ну, я ж в очереди стоять не стал. Я ж нормальный. Зашел с черного хода, подарил продавщице кое-что из галантерии. Она мне положила полный портфель. И гю-гю, и дюму, и му-му. Наверное, этот доцент со своим портфельм до сих пор в очереди стоит. У меня дома цельная библиотека. Читай не хочу. Хочу читать, читать. Читать, кажется, дурак умеет. Ты попробуй достал. Тогда я скажу, что ты культурный человек. Школа-школа, родная школа. Вон на вечер встречи в школу придешь, сразу видно, кто как учился, кто что добился. У двоечника всего две вещи. Квартира-машина. Трошник три. Квартира-машина-дубленка. Пятершник пять вещей. Лысина очки, головная боль, долги. И золотая медаль из нержавеющей сталь за отличную учебу. Еленая передача «Чудеса на поле». Ну, вы ее знаете, да, эту передачу. Там этот ведущий все время с усами ходит. За вперед. Все время. Я, говорит, Кубович. Я, говорит, Кубович. Ну, а я Квадратыч. Жену предупредил, смотри меня в пятницу по телевизору, я тебе привет передам. А Шурин, брат ее, рядом сидел, значит, говорит, по телевизору привет ты, нужны как в морге Кастаньеты. Юмор у него такой тупой. Ты, говорит, вместо приветов лучше бы ей денег бы передал бы. Жена, говорит, да! На шубу! Это перед подругами стыдно, которую зиму в одних варышках хожу. И вообще, как мы живем? У нас даже машины нет. Я говорю, да я хоть завтра могу. Жигули за миллион двести купить. Жигули за миллион двести. И что же не покупаешь? А никто не продает. Жена, говорит, правильно тебе на телевидение позвали привет передавать? Пусть я страна, знаю, что ты мне с приветом. А Шурин провокатор. Продолжает, значит. Я говорю, ты лучше, когда на тебе камеру на виду, скажи, самые лучшие шпингалеты выпускается на фабрике номер три по адресу улицы Цурюб 15, телефон 9, 18, факс 4, 12, добавочный 03 самоговец из Нижнего Тагила. А я тебе закажу такое объявление. По пятьсот тысяч заплачу. Это дело же. А если, говорю, там про эти шпингалеты не спросят. А это уже твоя забота. Ты у нас умен не по годам. Самому сорок, а ума как у пятилетнего. Ну, думаю, я теперь тебе из принципа столько раз про эти шпингалеты наговорю. У тебя никаких денег со мной расплатиться не хватит. Вызубрил я этот текст. Прихожу в студию. Кубович вопрос задает. Слово из шести букв воинское звание маршала рыбалка. Я говорю, какое звание у маршала было, я затрудняюсь ответить. Зато могу сказать, где производят лучшие в мире шпингалеты. Фабрика номер 3, улица Цурюк, 15, телефон 9, 18, факт 4, 12, добавочный 03, самовывоз из Нижнего Тагила. Кубович микрофоном поперхнулся. Я же вас про маршала рыбалка спрашиваю. Ну, правильно. Между прочим, этот маршал, когда с рыбалки домой приходил, он всегда дверь на шпингалет закрывал. Если не верите, спросите на улице Цурюк, 15, телефон 9, 18, факт 4, 12, добавочный 03. У Кубовича микрофон так во рту и остался. А я стою и радость два раза уже сказал. Миллион заработал. Только еще вот про самовывоз не успел. А родом, говорю, маршал был из Нижнего Тагила. Там рыбалка хорошая. На улице Цурюк. У Кубовича микрофон на пол упал. Все, говорит, с маршалом проехали. Другое слово будет. Человеческий орган слуха. Слово из трех букв. Рядом со мной учительница младших классов играла. Она как про слово из трех букв услышала. Покраснела вся. Ни за что, говорит, я им это слово не скажу. Я его на бумажке напишу. А у меня какие проблемы? Я себе кричу, этот орган шпингалет. Кубович аж взвыл. Где увидели человека со шпингалетом вместо охоты? Я говорю, как где? Улица Цурюк 15. Телефон 918. Факт 419. Добавочный 03. Сама вывоз из нижнего Тагила. Смотрю, левый глаз у Кубовича из лица выпадает. Он говорит, слушайте, ну давайте лучше вы приветы близким передавать. Я говорю, по телевизору приветы нужны как в бане шпингалетов. А чтобы шпингалеты заказать, нужно сообщение по факсу послать. Он говорит, я вас сейчас сам пошлю. Другой вопрос. Литературный герой, по имени которого названа трагедия Шекспира, Гамлет. Я только рот открыл, он как все орет. Сразу предупреждаю, это не шпингалет. Специально для тех, кто с нижнего Тагила. Объясняю, первая буква Г. Если он на такую букву начинается, значит это плохой шпингалет. А хороший выпускает на фабрике номер 3, улица Рюб, 15, телефон 918, факт 412, добавляющий номер 3. Самовыл из нижнего Тагила. Смотрю, у Кубовича усы отклеились. Решил тему разговора сменить. Представьте, пожалуйста, как вас зовут? Я говорю, известно, как в Бенгалет Петрович. Фамилия Цирюбов, живу в доме 15, телефон 918, факт 413, добавляющий номер 3. А по профессии вы кто? Моя профессия на букву Ша. Угадайте с трех раз. Не, не, они шпингалет, я не штукатур. Ну, а если вас интересует шпингалет? Их можно заказать по телефону 918, факт 413, добавляющий номер 3. Он говорит, интересно, как такие умные на свет появляются? Я говорю, методом самовывоза. При помощи факса. Кончилась эта передача, прихожу домой, Шурин говорит, я от своих слов не отказываюсь. Ну, поскольку у меня, значит, с деньгами, как и у всей страны, худо, предлагаю взять натурой. Ну, представляете, что у меня сейчас в квартире делается? Я из-за этих ящиков со шпингалетами по ней ходить не могу. А поскольку чудеса на поле, вся страна смотрит, меня сейчас все узнают. Выйду на улицу, все кричат. Вон, вон, пошел чудила. Из Нижнего Тагила. У меня есть добрый знакомый, дедушка Амаяк. Ему 83 года, он очень хороший и добрый человек, но очень плохо говорит по-русски. Я у него как-то спросил, скажите, Амаяк, вот вы живете в небольшой квартире, с вами дети, внуки, теперь уже правнуки, вам шум не мешает? А Амаяк хитро улыбнулся, оглянулся по сторонам, вытащил из уха ушную затычку, покрутил, повертел, показал мне. Вот этот маленький круглый штучка-бедищ, я ее утром ухо надеваю и хорощу. Дети нет, внуки нет, Амаяк, дай горшок, нет. Тищена. Понимаешь? И вот однажды эта маленькая круглая штучка куда-то подевалась, и Амаяк пошел в аптеку, чтобы купить себе новую ушную затычку. Внучка, закричал дедушка Амаяк, внучка за прилавком, раскрашивала себе глаз и, естественно, на старичка не обращала никакого внимания. Какое там внимание, когда здесь такая прелесть? Внучка, не унимался старичок, а ну быстренько дай, дедушка, такой маленький круглый штучка, который надеваешь, и дети нет. Девушка выронила зеркальце и уставилась на покупателя. Ой, зачем на меня глаз вставляешь? Один уже сиденье вставал. Давай быстрее. Только чтоб цвет был оранжевый. Девушка хрюкнула и побежала к дверям в зал. Тетя Клава, тетя Клава, ты посмотри, кто к нам за этим делом пришел. И еще оранжевый требует. Совсем обнаглели. Ой, почему обнаглели? Я прошу тебе такой маленький круглый штучка. Надеваешь, дети нет, снимаешь, пожалуйста. Оранжевый. Я-то понимаю, сказала Клава, но вы бы постеснялись в вашем возрасте. Зачем такую вещь стесняйся? Мне без этой штучки нельзя, семья большая. Давай скорее, дедушка пойдет домой заниматься любимым дедом. Клава рухнула на пол. И оттуда с пола уже спросила басом. Оранжевый? Что хотят, то и делают и потерял сознание. Посмотрите, сказала девушка синим глазом, до чего вы довели нашу сотрудницу своим поведением. Кто я? Возмутился, а моя. Я еще пока ничего не делал. Клава, зачем пол разложился? Ты мне сначала эту штучку продавай, потом ложись. Господи, закричала Клава, это мой последний шанс. Ужасная фигня. Девкой помирать стыдно. Сейчас чудовищная фраза будет. Девушка синим глазом спросила. Дедушка, а какой раз... Юмор современный. Папа, почему мы так поздно пришли в магазин за покупками? Не болтай много, пили решетку. Посмотрите, коротко, очень коротко. Открылась целая картина. И не нужно кинофильм снимать. Мы уже понимаем, что там происходило и что там будет главное, мы понимаем. Сообщение СМС. Паша, ногти на ногах не стриги, обещали гололед. Очень иронично, согласитесь. Оказывается, Александр Розенбаум носит парик наизнанку. Вы не замечали, когда едешь за рулем, тот, кто едет быстрее вас, козел, кто медленнее, идиот. Журналисты заметили, что на чемпионате мира по парной академической гребле у всех наших спортсменов одинаковые имена. Гребиблин и Гребублин. Ну, замечательно острять люди. Это не моя заслуга, поэтому я могу так хвалить их, потому что это даже моя обязанность. Я, кроме того, что артист, я еще и страдовед, поэтому я со всей ответственностью заявляю, что это очень талантливо. Женщины, помните, что когда мужчина говорит вам «да», он иногда просто не успевает договорить фразу «да пошла ты!». Купила чай для похудения, ну ничего так, с тортом сойдет. Помните, я вам говорил вначале, что нужно смеяться над рекламой. Вот люди этим занимаются. Не только смеются, я бы сказал, пародируют и смеются над беспринципностью рекламы. Пейте томатный сок. Томатный сок – это здоровье. Здоровье – это спорт. Спорт – это победы. Победа – это женщины. Женщина – это спит. Спит – это смерть. Не пейте томатный сок. У нас с женой правило. День продукта покупаю я, день она. Вот и получается, день пьем, день закусываем. Средство против облысения. Возьмите один килограмм мазута и втирайте его в голову каждого, кто скажет, что вы лысый. Надпись на спине байкера. Ну, может, кто-то не знает, я скажу. Байкеры – это мотоциклисты, да? Бороды у них, косынки. Часто вид агрессивный. Зачем это им агрессия, я не знаю. Это всегда неприятно. Агрессия. Надпись на спине. Если ты читаешь эту надпись, то это значит, что моя баба упала с мотоцикла. Вот такая вот трагедия. Один парень по вечерам смотрел в бинокль на девушку, живущую напротив. Ну, что делать, озабоченный. Утром у него раздается звонок. Женский голос спрашивает. Ты не видел, куда я вчера колготки положил? Ну, в этом и есть иронический аромат. Это создает атмосферу. Атмосферу балагурства. Атмосферу того, что люди тянутся к радости. И поэтому они шутят. И хотят доставить эту радость друг другу. Это очень ценно. Муж и жена дома. Звонит телефон. Муж берет трубку. Ни слова не сказав, через полминуты кладет ее. Жена спросит, кто это был? Да, наверное, какой-то мужик из гидрометцентра ошибся номером. Он спросил, дорогая, горизонт чист? Доченька, в твои годы я вела интимный дневник. Это устарела мама. Я сейчас веду базу данных. Алло, это 7-7-7-7-7-7-7? Да. Я обалдею. Действительно. Можно обалдеть. Забавная история. Мышка в лесу встречает лося. Подбегает к нему сзади, смотрит. Ясненько. Подбегает сзади. Непонятненько. Подбегает сзади. Ясненько. Подбегает сзади. Непонятненько. Лось спрашивает. Мышка, ты чего? Да вот смотрю на тебя, лось, никак не могу понять. С такими данными такие рога. Когда смешно, тогда уже и не пошло. И самое главное, надо эту тему иносказательно преподносить. Тогда все нормально. А вот еще другая мультистория. Моя любимая, кстати. Лев провалился в охотничью яму. Ну, охотники так рассчитали, чтобы он оттуда выпрыгнуть не смог. Рядом росло дерево. Это представлять надо, пожалуйста. Представьте. Над ямой свисала ветка этого дерева. На ветке сидела обезьяна и издевалась над львом. Ну, все, кошка драная. Все. Попал. Все. Зубки твои, зубочки. На бусы пустя. Головку твой головушку. К стенке прыжь, пандоря. Все. Шкурку твою шкурочку положат вместо коврика. Так тебе и надо. Так продолжалось полчаса. Потом ветка обломалась. И обезьяна попала ко льву в лапы. И тут же заявила. Лева, не поверишь. Спустилась извиниться. Очень жизненно. Не так ли? Согласитесь. Учтите. Те, в ком дремлют обезьянки такие. Прав ли всегда бывает юмор? Думаю, что не всегда. Вот сейчас появилась серия анекдотов про блондинок. Это что это мы делаем? Мы, значит, судим об умственных способностях людей по цвету волос. Ну, конечно, несправедливо. Это каждому понятно. Но, тем не менее, это существует и довольно в яркой форме. Так что, блондинки, извините, пожалуйста, не обижайтесь или перекрашивайтесь. Самый смешной анекдот про блондинок, с моей точки зрения. Муж звонит жене блондинки. Ты где? Ну, этот вопрос. Ты где? В норе. Какой норе? Ну, в норе, который ты мне подарил. Дура, не в норе, а в рено. Хорошо, что я тебе пижо не купил. Дорогой, что такое копчик? Спрашивает блондинка, копчик, это окончание позвоночника в интересном месте. Странно. А у меня там голова. В подъезду дома подходит блондинка. У дверей подъезда висит домофон. Девушка набирает квартиру, я отвечаю, парень, да. Блондинка, ты дома? Нет, блин, на даче. А когда приедешь? Во вторник. Ну, хорошо, я во вторник приеду. А это уже не блондинки пошли. Урок английского в сельской школе. Иванов, do you speak English? Чего? Садись, два. Петров, do you speak English? Чего? Садись, два. Сидоров, do you speak English? Yes, my teacher. I'm good speaking English. Чего? Папа, а почему Луна такая большая? Луна? Сынок, а фиг ее знает, почему она такая большая. Папа, а почему звезды такие маленькие? Звезды, сынок, а фиг их знает, почему она такая маленькая. Мать говорит, сынок, хватит вопрос задавать, папе отдохнуть надо. Видишь, он устал. Ничего, говорит отец, пусть спрашивает. Кто же ему, кроме отца, все объяснил? Какие только формы не принимает юмор. Он пролезает в любые щели нашей жизни. Ему не прикажешь, не ходи туда, он обязательно туда пойдет. Конечно, есть темы, на которые юморить кощунственно. И тот, кто обладает этим оружием, должен это очень хорошо понимать. Поэтому я всегда говорю, что юмор – дело нравственное. А что касается форм, то формы невероятно многообразны. Вот кто-то из остряков предложил недавно такую игру. Как бы звали Винни-Пуха в разных странах. Ну, вы помните Винни-Пуха. Вот как бы его звали. И было предложено 2-3 варианта. Мы напряглись и напридумывались десяточек. Поехали по разным странам. Англия – сэр Винсент Пух. Бельгия – винил де Пухельде. Чехия – виничишечек Пухачече. Польша – вин Пухневич. Казахстан – вилирбай Пухербаев. Израиль – Вениамин Пухман. Армения – виник Пуханян. Германия – хер Вильгельм фон Пухен. Грузия – виначар Пухашвили. Украина – винико Пухляк. Гаишник останавливает пьяного за рулем. Ну, про Гаи много анекдотов. Мы уже говорили об этом. А ну, пошли, дыхнем. Дунем. Давай, давай, дунем. Не, я больше не могу. Гаишник тормозит машину. Здесь максимальная скорость 40 км в час. Вы ехали 80. Куда же-то вы так торопитесь? Да вот, вам 100 рублей привез. Смотрите, как коротко. Ну, действительно, коротко. Сейчас вообще прошло время длинных анекдотов. Сейчас ритмы изменились. Девушка, садись, подвезу. Да некогда, мне идти надо. Все понятно. Чебурашка, слышь, что я говорю? Ген, ну ты посмотри на меня. Ну, конечно, слышу. У меня жена рожала под водой. Ну, и как ребенок, не знаю, уплыл. Доченька, давай покажем гостям, как мы выучили все месяцы в году. Ты у меня талантливый, все сможешь. Не волнуйся, я тебе буду помогать. Ян, Ян, давай. Ян. Вэль. Фев. Рай. Ну, давай дальше сама. Арт. Рель. Ай. Юнь. Юль. Густ. Ябер. 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 А моя мама, когда я женился, свинью заколола. На свадьбу? Нет, психанула просто. Гоги, докажи, что треугольник равнобедрный. Мамой клянусь. А. Это из кавказского юмора. На Кавкаде есть довольно смешная коллекция. В высокогорном ауле старика спрашивают. Дедушка, вам сколько лет? Сто пятьдесят восемь. Ого! Вы пьете и курите? Конечно, а то так вообще не сдохну. А. 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 Ну, национальный юмор входит в мозаику российского юмора. Это вносит еще большее разнообразие. Сема, почему бы вам не жениться на Софочке? Одесский юмор. Ну, подумаешь, немножко косая. Немножечко? Хух. Да когда она плачет, у нее слезы текут по спине крест на крест. Вы очень хорошо смеетесь. Я позволю себе дать вам совет. Смейтесь всегда так. Радостно, открыто, от всей души, опираясь на диафрагму, громко, выдыхайте из организма все ненужное. Желательно не на соседа. А. Смех, волшебник. Он изгоняет из организма накопленный негатив. А негатива, к сожалению, у нас много. Поэтому человеку необходимо смеяться. Совершенно необходимо. Поэтому, когда вас будут одергивать, чаще всего это люди делают без чувства юмора, их надо пожалеть. Че ты, мол, смеешься тут, понимаешь, ржа что-то. Вы скажете, я не ржу, я лечусь. Да-да. Но как нас религия учит? Не злитесь. Умейте прощать. Человек, когда злится, что происходит? Вырабатываются яды. Яды. А когда он смеется, вырабатываются гормоны, укрепляющие наш иммунитет. Ницше очень хорошо сказал, я знаю, почему человек изобрел смех. Он много страдал. Так что у вас сегодня оздоровительный сиян. Пожалуйста. Смейтесь на здоровье. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У вас картошка на посадку? Нет, блин, на взлет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я должен тебе сказать, что твоя жена гуляет. Ну ничего, она тепло одета. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Твоя жена может коня наскаку остановить? Когда она без макияжа, кони сами дымом встают. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Отрыва раньше в реке была. Воду без трусов не зайдет. Мужик просыпается с утра и смотрит, что у него сидит барсук на груди. Он в ужасе. Я бы умер от страха. Кстати, у нас был случай, мы заночевали у друзей как-то на Новый год. И я спал на кухне, просыпаюсь в 5 утра, там кошка сидела. А я же не знал, что это кошка. И зеленые глаза на меня смотрят, я в ужасе был. И вот тут барсук, видите. Мужик кричит, ты кто? Ну кто, кто? Барсук я кто? А что ты тут делаешь? Да на вас, алкашей, никаких белок не хватит. Таскать, таскать. Я не таскать, я носильщик. Тогда изнасилуй мне эти два чемодана. На вечернюю дойку доярка пришла в доску пьяная. Корова его верила, говорит, опа. Опять пьяная. Ого. Небось, опять муж замучил. Ого. Ладно, ладно. Держись за сиски, попрыгаю. У вас прекрасные чувства юмора, с чем вас и поздравляю. Сыракатрана моя родная. Много в ней лесов полей. Я другая, такая страна не знаю, где так часто слышится. Раньше я в Японии жил. Город моя хата сыровата. Улица 26 японских самураев. Сейчас я в полноправное российское гражданино. Или, как говорят в милиции, лицо японской национальности. На криминальном языке японтик. По фамилии Камухари, Камуси-си. Началось все с того, что пригласили нас из Японии в Москву на выставку цветов. Икибана называется. Сначала мы исключительно в своем коллективе икибанились. Потом наш главный икибанюк повез нас всех икибанят на экскурсию в Кремль. Экскурсовода говорит, товарищи икибанцы, перед вами царь Пушка. Я ей иди. А он говорит, как раз за той девушкой, которая свою фигуру царь Пушку закрывает. Так я со своей женой познакомился. Здравствуйте, пожалуйста, сикосина. Мне здесь с русским языком очень трудно. Церковь стоит, называется Сапор. Ограда у дома Сапор. На двери задвижка Сапор. И даже если живот болит, тоже. Очень трудно. У нас в Японии билет в электричку можно купить прямо в вагоне. Я в России в электричку сел, кошелек достал, спрашиваю, кому деньги платить. Мужик один говорит, мне не платить. Взял с меня сто рублей, дал какой-то бумажка, на остановке вышел, пришел контролер, меня штрафовал. Смотрите, говорит, какой хитрый оленевод попался. Вместо билета дал талон к врачу. В гинекологу. Ты что, женщина? Или заяц обычный? Я говорю, я японец. Он говорит, если ты японец, я президент России. Я говорю, здравствуйте, товарищ Путин. Верным Путином идете, товарищи. Предыдущий президент до вас с утра больше на японца похоже был бы. В общем, очень трудно. Два месяца в доме горячую воду отключили. Пошел в сауну. Мне говорят, у нас сауна с досугом. Я говорю, ну хорошо, я на досуге шашки сыграю. Помылся, приходит девушка, почему-то голая. Я думаю, ну хорошо, кто не будет в рукава шашки прятать. Посадку еще не объявляли, а туда, в Америку. Нью-Йорк. Туда лечу. Ой, дочка моя замуж за их в него вышла. Ричард его зовут. Львины уха. Нормальный мужик, фермер. Фермер это, как наш колхозник, только с продуктами. Как она с ним договорилась, ума не приложила. Он же по-нашему не бельмеса. Выучил одно, чуть-чуть. Ему говорю, здорово, Ричард. Он чуть-чуть. Нравится тебе у нас? Чуть-чуть. Ты что-то одна не пьешь? Чуть-чуть. Ну ты что, и чуть-чуть. Смешной парень. Ой. Что там за Америка? Кто же ее тут знает? Жизнь у них, видно, дорогая. Вон я, кооперативном, что ли, ларке, их неамериканские сигареты видел с верблюдом. Одна пачка, половина моей пенсии. Представляешь, две пачки выкурил, месяц сидит дома, как верблюд плюет в потолок. Язык другой, повадки другие, время и то другое. Восемь часов разницы. Представляете? Они еще только в очередь за водкой встают. Мы уже пустую посуду сдаем. Два мира, два кефира. Доченька, что она сказала? Куда она рейтс объявила? Куда? Осло? Так сказала, да. То не мое. А? Осло не мое. Мое Нью-Йорк. Пусть они летят в осло, раз они такие. А я здесь еще немножечко посижу. По-нашему, по-волаканню. Я уже по-ихнему тоже знаю, знаю. Сейчас скажу. Хилусер, я с СССР. Ау-ду-ю-ю-ю-ду. Я крестьянин, ты буржуев. Мир, дружба. Самолеты летят все время куда-то. Сердце щенит. Страшно-то как. Тут же вся жизнь прошла. От звонка до звонка. В двадцать девятом, помню, колхоз загоняли добровольно. С карабином. Кто не хочет, то к стенке. Пока я ту стенку искал, все забрали. И корова, и курей. От поросенка один патачок остался. В тридцать седьмом интересно было. Ну, я говорю, про тебя все знаем. Ты же японский шпион. Я говорю, вы что, сдурели, что ли? Ну, какой японский шпион, когда я по-японски всего два слова знаю. Японский городовой. О, за связь с японской полицией. И к тому, что мы слыхали, что ты вчера клубы советскую власть ругал. Я ругал советскую власть. Да на черта она мне нужна. В общем, отдохнул я на Коломене долго. Как говорится, в жизни раз бывает восемнадцать лет. Но, видать, умней не стал. Приброваст он чуть тоже не загремел. Помните, землетрясение в Ташкенте было? Я возьми, ляпни, ребятам. Знаете, почему землетрясение? Это у товарища Брыжнева китель упал со всеми орденами. На утро вызывает. Че, че, Колымы мало, да? В дурдом захотел? А че мы не дурдом? У нас весь колхоз дурдом. В те годы был. Зоотехник, свиню с петухом скрещу. Этот председатель в опции после бани бегал по деревне голый, шайка на голове, кричал, что он Наполеон. Когда ему по пьянке глаз выбили, признался, что он Кутузов. Доченька, шо она сказала, а? Куда она рейс объявила? Куда? Одис-Абеба? А-а-а. Мне послыхалось с Одис-Абебать. А где такая диковина, а? В Эфиопии? А-а-а. А в Эфиопии где? А? Вокруг? Одис-Абебы? А-а-а. Смеешься, да? Одей-то вокруг. В Африке, да? О-о-о. Неужто и там наши есть? Надо ж, как судьба пораскидала. А все ж таки страшно-то как. Кому я там нужен, такой красивый? А здесь кому я нужен? Ну, хоть бы кто за все время подошел, спросил, как живешь, Егорыч? Один на былом свете. Может, что нужно? Друг запас на зиму или мерзнешь? Один раз тимуровцы приходили, слопали в банку варенье по домам. Еще шапку стащили. А там все ж таки дочка. Внучок родился. Дочка пишет, что пацана Боб назвали. Это Ричард, его так круто. Его дед был Боб. Отец Боб. Семейство Бобовых. Если девка родится, фасолью назовут. Мне не нравится. Ну, шо это за Боб? Ласковый его, как называть? Точно, Бобик, да. Не, а я его там перекрышу. Борька будет. Борис. Гостинцы хотел купить. Неудобно ж с пустыми руками. А где? В магазине одни продавцы продажи. Я еще не везучий. В этом кооперативном, что ли, купил две бутылки водки. Хорошая столичная, с винтом. Зять бы хотел. Надо ж. В такси забыл. Не забыл. Ну, шо. В милицию захожу, спрашиваю. Водку мою не приносили? Не, не приносили. Приносили таксиста. Который твой водку нашел. Обойдемся. Зато провожали меня как. Вся деревня пришла. Все три бабки. Никитишна, Кузьминишна и Ильинишна. За последний год у нас в селе из мужиков двое оставалось. Я и Карл Маркс из Гиббса. А сейчас он вовсе. Ади.